Начинать, да, можно? Да. Группа государства. Нас сегодня выбрали на пленарном кластерном совещании. У нас будет два доклада от государства и от группы бизнес. Тема дня – проблемы развития современной энергетики страны и региона. Что мешает развитию? Секундочку, прошу прощения. А вот мы сейчас… А, вот видим, да, в сети видно. Продолжайте. Следующий, пожалуйста. Сегодняшняя работа группы была поставлена на определение цели группы, чего мы добились. Считаем, что цель, определенная в программе развития области до 2020 года, является актуальной целью и группа абсолютно поддерживает ее. Правительство Свердловской области озвучивает и ставит перед регионом, в том числе государство, в том числе бизнеса и общество, основную стратегическую цель – это восстановление позиции региона-лидера, как локомотива развития страны. Следующий, пожалуйста, слайд. Для достижения цели мы выдвинули следующие задачи, которые необходимо будет решить. Это создать условия для конкурентоспособной экономики, это улучшение экологически чистой среды, улучшение среды обитания, то есть в рамках экологии, повышение продолжительности жизни. Также к задачам относятся многократное улучшение уровня и качества жизни населения. И одна из весомых задач – это решить проблему с возимыми энергоресурсами в наш регион, то есть обеспечить независимость региона от возимых энергоресурсов. Следующий, для достижения цели требуется решение вышеперечисленных задач. Для этого, для решения данных задач требуется определение роли и места энергетики в развитии региона. Мы понимаем, что существующая энергетика региона не позволяет решить вышеуказанные задачи, поскольку существует ряд проблем. Например, не экологична среда обитания на примере угольных станций. Если поменять эти станции на другой вид энергоресурсов, экология стала более, пускай будет сказано, чисто, и будет меньше заболеваний у населения. Также дороговизна энергоресурсов не позволяет держаться региону в условиях рынка. В связи с высоким уровнем тарифа, на примере богословского алюминиевого завода, все уже слышали эту проблему о том, что завод закрывается в связи с тем, что терпит огромные затраты, а его продукция неконкурентоспособна на рынке, тем самым завод может закрыться. Потеряется несколько тысяч людей, окажутся на улице безработными. Также есть проблема до сих пор в неподключенных отдаленных населенных пунктах, где также достаточно высокая цена подключения данных потребителей. Дальше, пожалуйста. Из всего выше представленного мы сделали вывод, что современная региональная энергетика на данный момент не создает условия для всего развития региона. То есть не только энергетика мы бы хотели заметить, но это как бы один из ключевых моментов. Все? Все, да? Спасибо. Вопросы? На понимание. Или все понятно? Где были проблемы... Это Юрий Гинтер вас спрашивает. Где были проблемы с государством и для государства? А я не говорю уже о развитии. Как допускали такой доклад? Но речь идет о том, что государство не говорит о своих проблемах. Да? Правильно я понял, Юрий? Государство ставит перед собой цель, определяет задачи, и при решении данных задач образуются какие-то проблемы. Эти проблемы могут быть как в энергетической отрасли, так и в отрасли здравоохранения, образования и так далее. Этих проблем очень много, и их требуется решать. Но это проблемы правительства или это проблемы образования, здравоохранения и других сфер, где государство видит проблемы? Эти проблемы, да, наверное, правильно сказать, что это проблемы определенных этих отраслей. Потому что правительство и государство решают стратегические вопросы. Оно должно охватывать все отрасли и настраивать определенную стратегию. И дальше уже отрасли должны сами решать свою проблему, как профессионалы своего дела. А, ну вот тогда вот такой вопрос. А успешно ли государство решает свои задачи? Государство ставит задачи. А оно их успешно ставит? То есть нет проблем с постановкой цели, да? С постановкой цели проблем нет. Проблем нет. Возможно, есть проблемы с достижением цели путем нерешения задач. Но задачи, которые находятся в, скажем, некоторых отраслях, сферах жизни, деятельности, которые там и должны решаться. А специфических выделенных проблем государства, проблем правительства Свердловской области, если говорить про нее, вроде бы нет. Тут все нормально, да? Ну, собственно, да, если оценить... Во всяком случае, вы не смогли усмотреть и поставить специфические проблемы, которые можно отнести, собственно, к государству, да? Да, государство... Выделить такого рода проблемы не удалось. Возможно, да, есть, например, государство не может определить общую стратегию. Ну, ее, грубо говоря, допустим, просто нет. Естественно, не имея вот этой стратегии, отрасли не понимают решения каких задач и что от них требует вообще государство. В принципе, если вот есть определенная какая-то цель, то можно найти задачи и пути достижения этой цели. Теперь тогда такой вопрос. Государство успешно ставит цели, а они успешно реализуются этими отраслями, скажем. Сегодня цели, вы показали цели такие, боевые. Боевые, да. Такие, ну, я считаю, что таких... Амбициозные, можно сказать. Ну, допустим, возьмем, амбициозная цель была, да, в 1920 году о создании Гойл-Ро. Вот это была амбициозная и мощнейшая цель. Государство определило просто цель. Нужно электрифицировать всю страну. Дальше начались уже какие-то там задачи. А как мы перевезем людей, чтобы они там строили подстанции? А как мы там обеспечим условия и так далее, и так далее? Но цель и стратегия у государства была. Да, я понял. Пример я понял, но дело в том, что он неудобный пример, потому что вы начали с регионального уровня, и хорошо бы вам тогда, раз уж... Региональный пример иметь, да? Региональный пример привести к постановке задач правительства области и успешных решений, либо наоборот, поскольку день-то сегодня выявление проблем, и получается, что день не отработан, или не удалось получить результат по теме дня. Какие проблемы есть у государства в плане организации развития, например, региона, у правительства области в плане реализации развития региона. Или у нас с развитием региона все в порядке? С развитием региона, естественно, не все в порядке. Для этого и государство, и правительство ставят цель. Так, вот смотрите. Государство поставило цель. Года три назад, создав Министерство энергетики, например, ликвидировать неплатежи в энергетике за энергоресурсы. Пока проблема стала только шире, масштабнее. Вот конкретный пример, который я вижу. Если это можно говорить о целях регионального развития, я, может, сильно утрирую, но тем не менее. Вот, пожалуйста, она не решена. Ну, цель, главное, поставлена. Главное, что цель поставлена. А неплатежи пусть остаются неплатежами. Надо понимать, те задачи, которые ставились на уровне ниже, они решаются или нет? Возможно, проблема в том, что не решаются какие-то... И вот если они не решаются... Если они не решаются, то нет... Если они не решаются, то достижения цели не будет. Ну да, то нет ли тут проблемы в организации как раз работы правительства Свердловской области, работы органов власти всех, может быть, слаженные работы всех ветвей власти. Если проблемы не решаются. Затрудняюсь ответить. Понятно. Спасибо. Так, вот еще вопрос. Вопрос вам, Дамир. Есть ли у государства проблема коммуникации с обществом или бизнесом? Или у бизнеса или общества проблема коммуникации с государством? И есть ли... И есть ли есть в чем ее существо? Вот работала ли группа на этой темой? Нет. Нет, да? Вообще у вас в кластере есть как раз и бизнес группа, и группа общества. Вы не... У вас не наблюдается каких-то разногласий, может быть? Или у вас тут полное понимание? Можно выявляется со стыковки наоборот. Когда государство ставит постановку задачи, нужно, чтобы эту задачу адекватно оценили экспертные организации. Для этого они могут подключиться и оценить, действительно ли эта задача сможет достичь, решиться и достичь нашей главной цели. А есть ли у вас понимание, что, скажем, бизнес готов выполнять задачи, которые ставит правительство Свердловской области, государственная власть? То это очень хорошо. Есть ли у вас такое ощущение? Или у вас ощущение, что у вас не получается организовать бизнес сообщества, экспертное сообщество, общество вообще на реализацию вот этих крутых планов развития, таких как... А зачем их организовывать? А зачем их организовывать? Не совсем понял. Не надо? Надо только цель указать. А они же существуют уже. Они-то существуют, но ведь вы считаете, что государство указало цели, а дальше хоть не расцветает, что называется, да? Ну, не цель, давайте назовем это стратегией. 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 Государство должно... А отвечает за реализацию стратегии бизнеса, например, да? Уже так получает. В какой-то части своей, в определенном куске от торта. А если тогда он не хочет отвечать? За затяжение столь амбициозных целей. Вот он такой, несознательный бизнес. Он хочет отвечать, потому что регион будет развиваться. Хочет? Да. А как? Ему же хочется на конкурентоспособной среде это работать. Я спросил у бизнеса. Пожалуйста. Вот хотелось бы раз-раз, там с микрофоном нормально, лучше уже стало. Значит, Алексей Евгеньевич вот не случайно спросил, и мне хочется поддержать этот вопрос. Или не уловила группа, или умышленно не захотела ответить. В отношениях группы государства и группы бизнес, в частности на кластерном пленуме, были выявлены непонимания тех задач, целей и, может быть, проблем, которые озвучила группа государства. В частности, к тому же дополнительно, было ли понимание группой эксперты тех формулировок, которые направляет на экспертизу, озвучивая свой доклад, группа государства. Ну, ответ пока нет. Вот Юрий Гинтер сообщает вам свою позицию. Вот она как звучит. Если проблем нет, то и развития не может быть. Вам понятна эта позиция? Связанные вещи. Проблемы и развитие. Пожалуйста, Юрий Гинтерович. Вопрос на понимание позиции группы. Различает ли группа понятие государства и правительства? Если различает, то в чем их различие? Нет, не различает. Я правильно понял, что группа говорит, это синонимы государства и правительства. Да, да. Тогда откуда в тексте, произносимом группой, возникло слово сочетание? Правительство и государство. Конструкция фразы предполагает, что группа их как-то различает. Группа утверждает, что нет, не различает. Либо это оговорка, тогда я снимаю все вопросы. Либо группа не понимает. Группа это не обсуждалось. Это не доработка. У группы нет понимания. Возможно, это не доработка. У группы нет понимания, что такое государство, чем оно отличается от правительства. Возможно, есть понимание, но группа этого не обсуждала. Тогда вопрос. Вопрос, может ли получиться ситуация, при которой у государства одни проблемы, а у правительства другие, а у бизнеса третьи, а у населения четвертые, они никак не скатываются. Я могу сказать свое только личное мнение, это не будет мнение группы, поэтому я бы не хотел его выносить на общий пленум. Это тайна, я понял. Так, еще суждение есть, да, Александр Клемих? У тебя? Нет. Есть? У меня есть Алексей, качество жизни, такое же примерно как у Ильича, некультурное вопрошение. Нет ли у вас какого-то представления о качестве жизни? У группы, у кластера, у меня лично. У вас как у представителя группы государства? Нет. Это тоже не обсуждалось. Спасибо. Все, да? Спасибо. Спасибо. Продолжаем. Еще доклад должен быть от группы... Эксперты, да? Бизнес? Бизнес. А я заточку вашу не видел. Есть, да? Вот. Доклад группы «Бизнес». Пожалуйста. Спасибо. 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 Группа «Бизнес». Тема доклада. «Что мешает развитию энергетики с точки зрения бизнеса?» Докладчик Рейченко Павел. Следующий. Для того, чтобы было понимание, что мешает развитию энергетики, мы решили разобраться, что такое развитие. Развитие – это деятельность, направленная на осуществление качественных изменений. Деятельность может осуществлять только человек. Само по себе какое-то устройство, оно не может развиваться без деятельности. Следующий слайд. Все проблемы поделили на группы. Группа – человеческие ресурсы. Проблема – нет кадров, способных готовить инноваторов. Технологии. Нехватка новых технологий и проблема внедрения уже существующих технологий. Нехватка новых технологий – это… Не нужно останавливаться на достигнутом, нужно искать какие-то новые технологии для осуществления наших целей. Следующий слайд. Организационно-административные недостаточная конкуренция в энергетике. У генерирующих компаний конкуренция есть, у сбытовых компаний и сетей конкуренции нет. Сбытовые компании – это подразумеваются гарантирующие поставщики, гарантированные поставщики. Нежелание большинства чиновников менять устоявшуюся ситуацию. Нежелание представителей бизнеса осуществлять изменения. И структура взаимодействия в энергетике с государством не способствует развитию. Здесь все понятно. Следующий слайд. А можно пояснить? Четвертая, например. Сама по себе структура. Эта структура, которая энергетическая структура сейчас существует, ее взаимодействие с государством не способствует к развитию энергетики. Финансовые проблемы. Невысокая перспективность инвестиций в энергетику. Энергетика Свердловской области инвестиционно непривлекательна. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и группа разная. Это коррупция. Нет целевых показателей развития. И всеобщая удовлетворенность существующей энергетикой. Под коррупцией это не только какие-то материальные ценности, но еще какие-то другие интересы, которые лично люди преследуют. И всеобщая удовлетворенность с существующей энергетикой. Ну это то есть все довольны сложившейся ситуацией, и никто ничего в принципе менять не хочет. Следующий слайд, пожалуйста. И качество человека, мешающее развитию в энергетике. Ну это то есть это личностные качества человека. Незаинтересованность, непонимание, лень, привычка, жадность, сверхамбициозность. Вот эти качества мешают развитию. Следующий слайд. Следующий слайд. Доклад окончен. Спасибо. Замечание. Вопрос, вернее, Юрия Гиндера. Как кластер пропустил такую дефиницию развития? Откройте дефиницию развития. Определение, если речь. Почему кластер пропустил? Почему кластер пропустил? Не в группе. Ну просто я, да, озвучил. Вопросы, пожалуйста. Вопрос. Анастасия, группа распределенная энергетика. Можно следующий слайд показать? Вот вы говорите, человеческие ресурсы, нет кадров. Вроде бы мы вчера выяснили то, что мы готовим кадры, у нас достаточно этих кадров. Или вы хотите сказать то, что именно эти кадры не могут привнести что-то новое? Это вопрос на понимание был или это суждение? Это вопрос на понимание. То есть вы хотите сказать то, что нет кадров, которые качественного образования? Нет, кадры, которые дают качественное образование, они есть. Пояснение, тогда можно это фраза. Эти кадры, они не готовят инноваторов, они готовят качественных специалистов в своей области. Может быть. Можно вопрос? Пожалуйста. На уточнение позиции. Скажите, пожалуйста, вот этот тезис, нет кадров, не вижу отсюда, каких? Способных готовить инноваторов. Способных готовить инноваторов. Проблемой это может быть в одном единственном случае. Если есть настоятельная потребность в этих кадрах, жизненная необходимость, а взять их неоткуда. Вот тогда это проблема. А если нет кадров, и они нафиг не нужны, так тогда это и не проблема. Так вот, в этом тезисе что хотела сказать группа? Что потребность есть, вот по зарез нужны инноваторы, а их негде взять. Или просто, что нет кадров инноваторов. Тогда это просто фиксация состояния, и проблемы здесь нет. Нет кадров и не надо. Нет хухры-мухры, так никто ее не просит. Понятно, в чем вопрос. Что, собственно, считает группа проблемой? Отсутствие кадров или невозможность удовлетворить настоятельную потребность энергетики в кадрах инноваторов? Проблема в отсутствии кадров. А они кому-то нужны? Да, нужны. У меня тоже, Алексей, качество жизни, тоже вопрос на уточнение позиции, но не связанный, наверное, с какими-то тезисами. Вы бы не могли как-то вот кратко все-таки обозначить, с какой позиции вы выступаете? Ну, например, там с позиции топ-менеджмента, с позиции системных исследователей бизнеса. Что-то. Как-то можете сказать, кто вы в игре? Позиции бизнеса. Хорошо, тогда я бы… у меня осуждение по этому поводу. Могу придержать, могу сразу сказать. Пожалуйста. У бизнеса нет проблем в таком случае. Из вашей презентации следует. Проблемы бизнеса ни разу нигде не прозвучали. Я вас понял. Спасибо. Ну, а на самом деле вы просто хороший. А у бизнеса есть проблемы? Особенно желательно указать на связанные с энергетикой проблемы. Но не работали над этим, да? То есть так широко замахнулись, очень много чего просмотрели, не дошли до себя. Алексей Евгеньевич. Карпенко Александр. Вот у меня на самом деле вопрос схожий я хотел задать, вы меня опередили. Может быть, вы хотели сказать, что вот те проблемы, которые вы перечислили, они и есть проблемы бизнеса? Или нет? Они проблемы в целом и бизнес это как частное… Проблемы в целом, это не проблемы бизнеса. Я правильно понял? Это не только проблемы бизнеса. Это проблемы отрасли. И у меня второй вопрос. Вот второй слайд можно? Качественных изменений куда? Их, наверное, можно качественно изменить как в худшую, так и в лучшую сторону. Конечно, естественно. Нет больших вопросов. Пожалуйста. Сергей Шабрин, группа государства. Можно следующий слайд? Нехватка новых технологий. Вчера презентовалась и подземная атомная станция, и установки на твердооксидных топливных элементах, и робототехника. Как группа бизнеса относится к этим новым технологиям? Цель бизнеса – получение прибыли. Если новые технологии позволят получить прибыль, значит положительно. Если они… Смотрите, нет, вопрос не в этом. Вы говорите, нехватка новых технологий. Вам говорят, вчера говорили, технологий много. Такие, 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 такие. Вчера две группы перечисляли технологии. Мне кажется, что переборщили немножко. Цель вот этой фразы… Как соотносится вот ваше утверждение нехватки новых технологий с вчерашним перечислением новых технологий? Не нужно останавливаться на достигнутом. Вот. Ну да, нужно еще заготавливать технологии. Да, нужно стремиться к большему. Вот из вашей презентации я понял, вот особенно про технологии, о том, что нехватка новых технологий, проблемы их внедрения – это вообще не проблемы бизнеса. Они говорят, вот есть такие проблемы, вы нам дайте новые технологии, внедрите их, а потом мы их будем продавать и получать с этого прибыль. У меня лично сложилось такое впечатление. Вопрос на понимание, правильно ли я могла понять, нехватка новых технологий. Может быть, нехватка доступных по цене технологий? Нет. Нет, неправильно. То есть в принципе. Пожалуйста, а группа обсуждала проблему богословского алюминиевого завода? Ну а вы же в группе были? Нет, не обсуждала. Не обсуждала. Спасибо. Пожалуйста. Какова позиция группы бизнеса к совместному участию с кем ли там ни было в разработке новых технологий? Бизнес открыт для новых технологий. Пустые слова. Пустые слова, к сожалению. Продолжение следует... Ну, неудачный доклад очень. Такие доклады у нас были первый день и второй день. Голословные, непроиллюстрированные, ни про себя, ни от себя. И надо с этим быстро прощаться. Потому что группа, похоже, не самоопределилась. Надо самоопределиться и отработать как-то с позиции группы, с позиции того, чего группа хочет получить на игре, что она делает на игре. Я понимаю, что группа пока не понимает, что она хочет делать на игре, как она собирается к этому двигаться. Это не ощущается. Я прошу группу срочно тут сделать из этого выводы. И в том числе, например, есть примеры из нашей реальности, на которые как-то надо реагировать. Скажем, проблема богословского лимоневого завода. Это проблема бизнеса или нет? В чем она? Как она? Надо не называть же просто проблема закрытия базы. Это пустая тоже фраза будет. Надо в ней разобраться. Хотелось бы, чтобы вы в ней разобрались. Спасибо. Движемся дальше. Хотелось бы, чтобы сейчас выступила группа конкурентоспособности и безопасности. Спасибо. Меня зовут Новокрещина Валентина. Я представляю группу номер 5, конкурентноспособность и безопасность. Могу сразу сказать, что мы скидывали. Мы с вами ее даже смотрели перед ужином вместе. Ну, сразу в плане вводного слова могу объяснить, что мы рассматривали ситуацию как раз Могословского алюминиевого завода. И мы выясняли проблемы энергетики, проблемы вообще в целом развития. То есть у нас в теме развития страны и региона. То есть вот частный пример, частная проблема, которая на данный момент очень сильно обострилась. И уже из этого примера мы смотрели, какие есть проблемы в целом. То есть, да, целью нашего доклада является выявить существующие проблемы, развитие. То, что на данный момент уже вообще никак нельзя скрыть. И то, что есть. Можно следующий слайд. Ситуация в целом на Богословском алюминиевом заводе сложилась следующим образом. Богословский алюминиевый завод заявляет в открытую, что он не может конкурировать со своей продукцией именно из-за существующих тарифов электроэнергии. Электроэнергии, теплоэнергии. И, ну, сейчас тут, конечно, в письме написано на Мишарина, что они предлагают свои решения, но все мы отлично понимаем, что это уже какое-то действительно, ну, больше похоже на требование. То есть вот они уже не могут. Они требуют дешевую энергию, и те варианты, которые они предлагают, это либо снижение тарифов, либо покупка энергии в Сибири, то есть то, что озвучено именно в письме, либо последний крайний вариант, если каких-то решений не будет принято, это полностью перенос производства. То есть это вот позиция бизнеса, позиция данного завода. Позиция энергетики в данном вопросе тоже очень проста. С теми технологиями, которые есть сейчас, у нас возникает конфликт, у нас возникает проблема в том, что энергетика на данный момент не может как-то снизить тарифы, вот просто взять и снизить, потому что тогда энергетика как бизнес тоже будет убыточна, и ей это не интересно. То есть вот тут конфликт энергетики как бизнеса и завода как бизнеса. То есть можно следующий слайд, к чему это все может привести, если ничего не предпринять. То есть в чем, собственно говоря, чем эта проблема опасна. То есть бездействие, вообще ничего, если не делать, для населения может привести к тому, что в итоге завод и производство будут перенесено, то есть люди останутся без работы просто, тут все понятно. Для региона, то есть у нас есть программа, что к 2020 году наш регион должен стать лидером, мы должны выйти вперед, что означает для нас, как для региона промышленного, то, что вот подобные заводы будут переносить свое производство куда-то, ну в другую область как минимум и как максимум вообще из страны. Для нас это отток денежных, для региона, то есть для нас как для энергетики, это, конечно, уже следующий вопрос. Для нас как для региона и для области это отток денежных средств. То есть подобные предприятия являются градообразующими, они являются основой нашего региона. Для энергетики, пожалуйста, следующий слайд, какие-то могут быть проблемы. То есть данные предприятия потребляют очень много энергии, естественно, что следует, это снижение потребляемой энергии, снижение мощности, то есть если это будет снижение мощности, это автоматически повлияет за собой, повлечет за собой увеличение тарифов на энергию для других потребителей. То есть другим потребителям наша область, наш регион станет еще менее привлекательным, еще менее их продукция с такими тарифами станет еще менее конкурентоспособна. Но если энергетика принимает тот вариант, что даже если завод уходит, энергетика не меняет тарифов, то энергетика как-то должна сбалансировать свои затраты и скорее всего это повлияет как раз на надежность и безопасность. То есть чем-то придется жертвовать. И как следствие наша группа вывела, что бездействие приведет к снижению конкурентоспособности и безопасности региона. Можно следующий слайд? Все? А, ну вот вывод. То, что говорилось ранее. В целом по ситуации. То есть на самом деле заводу традиционная энергетика предлагала пути решения, но на те тарифы, которые вот сейчас заявляют, что нужны алюминиевому заводу для того, чтобы стать конкурентоспособными, традиционная энергетика выйти не может. то есть какие-то нужно искать другие вопросы, другие технологии, другие методы. И вот это реально проблема. И в данный момент основная проблема на взгляд нашей группы в том, что вот эти конфликты, они появляются, конфликты энергетики и конкретных заводов и нет методов нахождения взаимодействия, решения данных вопросов. Ну вот в целом так. Спасибо за внимание. Ваши вопросы. Можно вот так, можно вот эту проблему главную разделить на две проблемы. Проблема вот это вот непонимание последствий и отдельно проблема отсутствия взаимодействия между субъектами. Да, конечно, можно разделить на две. То есть можно и условно разделить. Есть и такая проблема, и такая проблема. Да. Я бы хотел, да, ну вроде бы отсутствие видения последствий. Вот вы, если вы отмечаете, то вы-то, во всяком случае, эти последствия отмечаете на предыдущем слайде, да? Правильно ли я понял? Там на предыдущем слайде есть как раз последствия. Я бы хотел, чтобы вот Шевелев, Илья Владимирович, прокомментировал. На самом деле есть вот такой эффект, да, когда снижение потребления приводит к росту тарифов, может привести к росту тарифов. Можно что-то об этом сказать? Микрофон дайте. То есть это заметно, ощутимо может быть? Ну вообще на самом деле проблема следующая. То есть если уходит крупный потребитель, то естественно постоянные расходы энергетики, которые все равно присутствуют, они распределяются на другие группы. Это проблема номер один. Проблема номер два в том, что на самом деле Богословский алюминиевый завод, он как бы действует, то есть он на самом деле не стоит. То есть он перестал платить в прошлом году за передачу электроэнергии. То есть порядок там цифр, порядка двух миллиардов рублей, которые от МРСК он не заплатил просто. То есть та доля, которую МРСК брала с Богословского алюминиевого завода, она сейчас, поскольку затраты его сильно не изменились, она перераспределена на других потребителей? Нет, она сейчас является убытком прямым МРСК Урала. А, пока убытком, да? Но который нужно решать как бы. А на следующем шаге, чтобы компенсировать убыток, надо ее переложить будет на других потребителей. Да, ну разумеется. То есть МРСК Урала в следующем году заявит выпадающие доходы, которые он должен был оплатить, они распределятся на другие группы потребителей. То есть логический ход от этого МРСК вынуждает, эта ситуация вынуждает МРСК поднимать тарифы для других, для оставшихся потребителей. Да, это справедливо. То есть, ну и в принципе надо сказать, что если дальше развивать тематику, то такая же ситуация сложилась в Красноярске, как бы по Русалу, там похожая картина, тоже алюминиевая производство, то же самое они делают. То есть они снижают, ну как минимум они говорят, что если вы не снизите нам тарифы, мы, значит, прекратим свой производство. Но поскольку производство переносит затратно, они просто перестали платить. Там тоже назрела похожая ситуация. То есть там… Ну, тогда еще один вопрос. Но ведь тогда получается такая нехорошая тенденция, если еще какой-то крупный потребитель, соизмеримый с этим, также будет выпадать из этого круга, либо умирать, либо переходить там на федеральные сети, как бы минуя сети региональные, то тогда затраты по содержанию региональных сетей снова будут, ну не то что возрастать, они-то останутся, может быть, и такими же, но они снова будут вынуждены перекладываться на снова остающихся потребителей, да? Да, но там еще… Чем хуже, тем хуже, да? Ну, проблема какая. То есть там еще на самом деле есть такое понятие перекрестного субсидирования. Для понимания, я так скажу, что население платит не экономически обоснованным тарифом, он платит некое фиксированное значение, а его дельта перекладывается на крупных потребителей. И вот Богословский алюминий завод, в частности, нес на себе такое, так называемое бремя этой, да, вот перекрест субсидирования. Значит, тем самым действием, если он говорит, что мне нужно снизить тарифы, то есть он, грубо говоря, эту долю перекрестка перестает оплачивать, но население же продолжает потреблять по тому же графику, как бы, да? И в ближайшем времени действия правительства будут направлены на то, чтобы сдерживать рост тарифов для населения. То есть он будет не больше 10% в год. Поэтому, естественно, что придется эту долю переложить на других потребителей. Это будет мелкомоторка, это будет частный бизнес и так далее, все остальные группы, которые, значит, пострадают в результате этого шага. Либо допустить доселе недопустимое, да, сделать так, чтобы каждый платил за свое. Но тогда тарифы для населения должны в этом случае возрасти очень существенно. Да, но я думаю, что вот если аналогию с Германией проводить, как бы, да, если там тарифы в 5 раз выше, чем у нас, как бы, да, то я думаю, у нас должны вырасти раза в 3, наверное. То есть они у нас реально тоже примерно так же должны бы быть, да, если бы не вот этот вот искусственный механизм перекрестного субсидирования. Да, да, они были бы, ну, то есть я вот оцениваю, что сколько, ну, раза в 3, наверное, так для начала они должны подняться. Но с другой стороны, если население начнет платить настоящие, компенсировать настоящие затраты за его электроснабжение, то тогда для крупного бизнеса, который нес бремя перекрестного субсидирования, это бремя уменьшится, ну, бремя исчезнет, тарифы тогда для него уменьшатся, и это сделало бы более тяжелым последствия такого хода для населения, но более комфортным для бизнеса? Да. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Не вопрос. Я как раз вот хотел бы допомнить по этому моменту. Я два года назад как бы выступал с цифрами по этому поводу, я высчитывал и утверждал, что на 2014 год тарифы должны стать в районе 9 рублей для населения, если соответствовать увеличению планов правительства, который был озвучен на тот период, повышать тарифы по 15% в год и ликвидировать с 2014 года перекрестное субсидирование населения. То есть для населения 9 рублей за киловатт-час. То есть это просто обсчет того, что есть, приводит к 9 рублей. Да, это еще два года назад, я тогда все высчитывал, тогда это докладывал. То есть получается, что мы сейчас говорим именно об этом, что если честно все это дело выполнять, то именно так и будет. Значит, либо политическими усилиями будут эти дела сдерживать, тогда будут страдать энергетические компании, безусловно. Значит, если не сдерживать, то тогда население четко станет перед этой проблемой. Бешеного резкого увеличения тарифов. Но честного. Тут надо еще дополнить такой маленький нюанс, что тарифы-то у нас там такая в Германии для населения, а зарплата не станет такая. То есть надо понимать, что нормальная зарплата там в Голландии, в Германии 2-3 тысячи евро. Можете руки поднять то, сколько получается. То есть при таких зарплатах можно и платить. Да, тут еще один парадокс, что с одной стороны мы себе не можем позволить снизить тарифы для бизнеса, потому что мы, с другой стороны, не можем позволить себе поднять тарифы для населения, поскольку оно не платежеспособно окажется при таких тарифах. Еще одна проблема. Спасибо. Пожалуйста. Хочу вопрос задать по поводу термина увеличения тарифов на энергию. Наверное, здесь стоит написать увеличение тарифов на передачу электроэнергии, да? Потому что, вот насколько я знаю, если снижается потребление, то цена оптового рынка становится ниже. И непонятно, вот насколько снизится цена и насколько увеличится тариф на передачу электроэнергии из-за выпадающих доходов. У вас есть какие-то исследования, данные? Я так скажу. Тут имеется в виду конечный тариф. Конечный тариф увеличится серьезно. Вот конечный тариф для населения. Почему? Потому что сейчас вся перекрестка зашита в тариф на передачу. Если не брать перекрестную субсидирование, оставить как есть сейчас, на данный момент. Если мы рассматриваем ситуацию с алюминиевым богословским заводом. Еще раз, пожалуйста. Смотрите, вот вы говорите, существует на самом деле серьезно сейчас перекрестное субсидирование. Если его сейчас никто не ликвидирует. Вот завтра, послезавтра. Если мы его оставляем сейчас и рассматриваем момент, что богословский алюминиевый завод перестает функционировать, то он не заявляет свою заявку на оптовый рынок электроэнергии. Соответственно, цена за электроэнергию станет ниже на оптовом рынке электроэнергии. По правилам функционирования. Умер потребитель, упал спрос. Да, да, да. Упал спрос. Цена пошла вниз. Цена пошла вниз, соответственно, правильно. Абсолютно так. И, соответственно, вопрос-то в чем заключается? Из-за того, что у вас выпадающие доходы в МРСК увеличивается тариф на передачу электроэнергии. И вот этот тариф на передачу электроэнергии, он больше снижения цены на оптовом рынке электроэнергии. Или меньше, или такой же. То есть, возможно, для конечного потребителя не будет увеличения платы за электроэнергию. Ну, вот тут какой мой комментарий. То есть, во-первых, надо понимать, что чем больше полезен отпуск, чем больше потребление регион, тем ниже тариф для всех потребителей. Но в силу того, что знаменатель меньше, есть такое понятие, как постоянные расходы на содержание оборудования электросетевого, станционного. То есть, грубо говоря, если станция стоит, электростанция не загружена, то все равно она постоянные расходы несет. Если трансформатор, например, не загружен совсем, то расходы на его обслуживание остаются постоянными, потому что задача сетевой организации обеспечивать способность выдачи мощности, даже мгновенной, в каком-то определенном масштабе. Для этого нужно также содержать персонал, также все это дело обслуживать и так далее. То есть, получается, содержание инфраструктуры в связи с снижением электропотребления практически не снижается, то есть оно как бы стабильно. То есть это зарплата, это ремонт и так далее. Скажем так, оно не пропорционально зависит от этого. При этом получается, что если полезен отпуск падает, то тариф сразу вырастает. Но для иллюстрации могу сказать, что самые низкие тарифы в стране, наверное, это в Тюмени, Тюмени Энерго, потому что там очень большое электропотребление. Одни из самых высоких тарифов это на Северном Кавказе, потому что там в той же причине, что там ситуация какая, они не виноваты, ничего там страшного нету, просто там потребление достаточно маленькое, а инфраструктуру содержать надо серьезную. Соответственно, приведет это к обратному эффекту. Если резко упадет потребление, то в силу тех, что издержки некуда девать, то тарифы, цены, но там рынки возрастут получается, да? Во всяком случае, не виноваты, но и не упадут. Пожалуйста. Микрофон, говорите, пожалуйста. Ну, если я правильно понял, вы сейчас говорите все-таки про электросетевое хозяйство, правильно? Или нет? Нет? Нет, правильно вы понимаете, да, в том числе про это, но я так говорю конкретно про регион, про Свердловскую область, как бы, да? Если брать шире ценовые зоны, как бы, да, из чего стоит ценовая зона? Ценовая зона состоит из возможностей генераторов в этом месте производить вот такую энергию. Она, значит, насколько я знаю, знакома с этой тематикой, зависит в том числе от конфигурации, от плотности генерации и от того, как бы, да, какую он энергию может генерировать в этом регионе. Потому что, скажем, можно сказать так, тарифы в Иркутской области гораздо ниже, как бы, да? То есть почему там ниже? Потому что там есть ГЭС, который выдает очень дешевую энергию. Нет. Из-за узловых цен, из-за неспособности передать электроэнергию. Ну, из-за способности конфигурации сети появляются узловые цены, да. Если бы у нас была, ну, неограниченная способность передавать электроэнергию, то была бы равновесная цена. Да, вы правы. Да, цена определяется на оптовом рынке электроэнергии одна, а потом из нее высчитываются уже узловые цены. Соответственно, если, например, находится вот генератор дорогой, а за сечением находится генератор дешевый. И, соответственно, если дешевый генератор не может передать всю электроэнергию по сечению, необходимо запускать дорогой генератор, то в этом узле будет дороже электроэнергии. Из-за этого, а не из-за того, что там ГС и атомная станция или что-то там подобное. Я понял, но только дешевле не станет, как бы, да, то есть на понимание. Если в нашем ценовой зоне пропадают дешевые генераторы, как бы, да, или снижается объем, то, значит, цена дешевле не станет. Да нет, я там спрашивал про другое немножко. Ну, ладно, я вас понял. Все хорошо. Я зачитаю несколько ссылок из интернета. А, пожалуйста, пожалуйста, Андрей, пожалуйста. Значит, нужно смотреть несколько для того, чтобы понять, что происходит. Вот вопросы-то задаются ведь из-за того, что хочется понять, а что будет, как бы, для меня, для населения. Я правильно понимаю? Как это раздается лично на каждом? Вот вообще по ситуации, значит, изменение цен на оптовом рынке, если происходит не мгновенно, завод не умрет мгновенно, завтра. Он не отключится завтра. Значит, на оптовом рынке изменений цены не будет вообще. Даже если бы он умер разом, дай бог, чтобы там полпроцента изменилось. Это один момент. Второй момент. Значит, смотрим количественное соотношение. Потребление населения Свердловской области занимает процентов 10 от общего количества потребления. Значит, перекрестное субсидирование перекрывает процентов 20 от этой величины. Итого это 2 процента общего потребления. Заметит эти 2 процента, а то, может быть, и 1 процент останется изменения. То есть промышленность, как бы, вот то, что происходит с закрытием завода, да, там, скажем, на промышленности это отразится там в 1 проценте, да. Для населения 20 процентов сумасшедшая величина, а для промышленности 1 процент не очень. То есть разные соотношения. То есть мы оперируем совершенно разными понятиями для разных групп. Так вот величины, они по математике высчитываются. Коллеги, нам поступают в чате несколько замечаний и сообщений, в том числе, поскольку каждая группа пытается изобретить свои определения и понятия, делается напоминание, что есть тизаурус, и в тизаурусе АДИ, есть дефиниции. Почему группы не используют дефиниции? Может, игротехники не знают, что есть тизаурус, АДИ по-русски, на русском языке. Вот я передаю вам это сообщение. Если вам нужно, используйте. Дамир пишет, проблема в том, что государство выбрало неверный путь уменьшения стоимости электроэнергии. Путь сдерживания тарифа тупиковый. Это своеобразный пузырь. У государства нет адекватных запросов на развитие методов уменьшения цен. Тупиковый путь. Ну, собственно, вроде бы, мне кажется, что об этом как раз мы и говорим. Что здесь есть некоторая тупиковость, которая на сегодня в традиционных решениях вроде бы и не просматривается, для которой не просматривается выход. Пожалуйста, Александр Сергеевич. Сейчас мы с вами попали как раз в такую ситуацию, когда генерирующие компании электроэнергию вырабатывают с КПД 30-35%, а сетевые компании, как потребители, это на сопротивлении проводов и так далее, распределение, идет потери, идут потери. И суммарный ТКПД становится, значит, самая, так сказать, не более 8%. Поэтому ситуация сейчас такая. Необходимо уходить от централизованной энергетики, уходить от сетей. Тогда, значит, вы на том же самом количестве теплоносителя, энергоносителя, вы получите те же самые, значит, за меньшую цену, естественно, электроэнергии. То есть вы хотите сказать, что чрезмерная централизация вот нашей энергетики российской, она и накладывает дополнительное бремя тарифное на потребителя, да? Да, естественно. При этом, если мы видим то, что, так сказать, в Германии, которая по территории, я не знаю, во сколько раз меньше России, 48, вот подсказываю, 0,3 раза меньше, и у них точек, значит, перераспределения энергии, по-моему, 700, там, 60 или что-то в этом роде. Операторов. Операторов, которые перераспределяют, значит, саму, так сказать, электроэнергию, чтобы она была качественной. Не совсем так. Но в России, значит, сам этих точек, значит, насколько я слышал, 505 тысяч 200. Нет, там, значит, ситуация, как у нас, равная, как в Свердловской области. Там есть крупные операторы, их 4, как бы, да, то есть у нас единая национальная сеть представленная ФСК, там 4 этих оператора. Есть 900 операторов, грубо говоря, мелких. Это как вот мы, ЕСК, там, ГУПСО, ну, по нашему аналогию, как бы, да, сетевые, как бы, эти. Ну, тут ситуация-то какая насчет, ну, централизованной энергетики, да. Ведь вот понимание-то сейчас какое есть, что, в принципе, если смотреть вот на тех же немцев, как бы, да, кто там разрабатывается, кто ведущий там энергетики, они, в общем-то, все признают, они говорят, что, безусловно, централизованная энергетика, она несет колоссальные эффекты. И они признают и говорят, что, ну, те, которые там в живых еще остались. Колоссальные потери. Нет, они говорят, не несет колоссальные эффекты, эффекты. За счет того, что можно мгновенно перерасправлять мощность, как бы, да, гасить там всякие там пики и максимум потребления, передавать мощность избыточную с места на место. При этом потери, они говорят, что достаточно малы, как бы, да, но ситуация развивается таким образом, что, грубо говоря, сейчас при существующих технологиях, при существующей инфраструктуре, как бы, да, она, эта энергетика зачастую уже начинает, ну, и при подъеме технологий альтернативных, как бы, да, то есть они говорят, что прошла, подошла граница, когда уже, собственно говоря, можно конкурировать, близки уже мы конкуренции к тем источникам, которые ранее не окупались, как бы, да, то есть вот такая картина. Спасибо. Спасибо. Еще одна реплика есть, это, по-моему, Юрия Гинтера, сейчас ее найду. Да, вот, она, конечно, делает нам пролог в завтрашний день, к теме завтрашнего дня, тем не менее, я зачитаю ее сейчас. Без кризиса не будет развития, это по поводу тарифов. Только после кризиса перейдут на новые технологии. Хорошо. Я хотел бы обратить еще внимание, время идет. О том, что группа зафиксировала какую-то реальную проблему, может, это не точно выразила, там как-то, да, но тем не менее, которая сегодня, нет очевидного решения, связанных с ней много всяких еще зависимостей, которые надо учитывать, потому что здесь сделаешь лучше, в другом месте будет хуже. И вот такие вот, ну, как бы, тупиковые ситуации, где любой ход является плохим ходом, они, наверное, являются проблемой. Мне-то кажется, что здесь проблема какая-то есть, ее бы надо нам как-то понимать дальше и фиксировать, в том числе и как из нее выходить. Но здесь еще один, почему я просил расслоить, можно ли расслоить эту проблему на две. Получается, там две проблемы. Есть еще проблема отсутствия взаимодействия. И, может быть, вот отсутствие взаимодействия по решению этой проблемы говорит о том, что сегодня мы наблюдаем бездействие. Не то, что мы не можем, не хотим решать эту проблему, но просто отсутствие взаимодействия не позволяет нам и приступить к решению проблемы. Я правильно понял, Валя, да? Вот, мне кажется, это тоже отдельная тема. Что, пожалуйста. В группе по поводу просто богословского алюминиевого завода возникло небольшое мнение. Я вот хотел бы озвучить, может, кого-то заинтересует, кто-то подумает над ним. То есть, ну, вот сейчас все говорят, что вот написали в правительство письмо, они бедные, у них тариф большой, они пропадают и хотят закрыть, и население, соответственно, там останется без работы. Но вот мы рассмотрели еще вторую сторону, что, а не виноват ли в этом еще и завод? Потому что собственник, которому непонятно как попал этот завод, возможно, просто выкачивал из него деньги, ничего не модернизировал, ничего не улучшал. То есть энергоемкость производства все время росла. И, соответственно, пришел такой момент, когда производство оставало неконкурентоспособным и, соответственно, не приносит прибыли. А потом он пишет письмо и шантажирует тем самым правительство Ирлосской области. Ну, вопрос такой возник. Спасибо. Можно вопрос по поводу реплики? Да. Как могло получиться, что государство не в курсе, как к этому собственнику попал завод? Государство его не продавало или его предшественнику? Я извиняюсь, я не знаю, как там совершалась сделка, я высказал предположение, возможно, я не прав. То есть это гипотеза, что государство... Нет, я знаю, что оно... Вопрос, мне кажется, не в этом, там, а вопрос, посыл был в том, что собственник не имеет особых мотиваций к модернизации. Например, если бы были вложены большие деньги, вот в этом было, да, а может, я их не вкладывал, он бы смотрел, каким образом их можно вернуть, как говорят, отбить, да, и тогда он был бы заинтересован в именно построении каких-то долгосрочных отношений с энергетиками, с государством, с тарифными органами, да, чтобы эти деньги возвращались. Может быть так, может быть не так, но это предположение в этом смысле. Пожалуйста. Можно немного дополнить? По алюминиевому производству, просто Кластер я это говорил, по производству алюминия, на килограмм алюминия нужно затратить определенное количество энергии. Вы его не затратите больше, не затратите меньше. Это просто закон в химии, и это невозможно. У них действительно это производство, скорее всего, накрывается за счет роста цены, самого киловатта. Они не могут тратить больше и не могут сделать так, чтобы тратить меньше. Ну, то есть технология, она и в Африке технология, да? Да, это… Не важно где, если технология применяется именно эта, то она требует на килограмм продукта, металла, алюминия, железа. В этом случае применить, как-то модернизировать, чтобы стало меньше, невозможно, этого не можно. Ну, можно заменить технологию на более совершенную технологию, менее энергоемкую, да? Есть ли такая есть? Нет, такой нет технологии. Я говорю, есть такая есть? Возможно же подойти еще и с другой стороны, например, не менять технологию производства, а как многие заводы устанавливают источники собственной генерации. Кстати, это очень выгодно. Другая немножко сторона. Нет, это уже вопрос цены киловатта. Нет, это вопрос собственника завода. Подождите, это же другое совершенно оговорение, не имеет отношения к привязке энергоемкости, к технологии. Они на самом деле привязаны к технологии энергоемкости. Да, все правильно. Еще что-то? Нет. Спасибо. Идем дальше. Я бы вот обратил внимание все-таки, да, по-моему, здесь тоже что-то написали, что тогда это тоже проблема коммуникации. Я не помню, это раньше или позже написано было, но мне кажется, что это как раз тоже имеет отношение вот к проблеме отсутствия взаимодействия. Взаимодействие, возможно, нет технологии коммуникации, вот нет способа договаривания друг с другом, хотя, может быть, нет и желания, может быть, нет и желания договаривать. Но проблема тут вот не одна даже, возможно, угадывается на этом конкретном примере. Спасибо. Идем дальше. Техника, технологический кластер. Один доклад. Техника, технологический кластер. я представляю единый доклад от трех групп, входящих в кластер. И начать хотелось собственно вот с чего. Можно следующий слайд? Мы сегодня впервые сформировали единую цель кластера и хотим ее заявить. Найти оптимальный путь развития энергетики Свердловской области. Следующий. И соответственно вытекающая из этого цель нашего сегодняшнего доклада сформировать изначально и донести проблемы на пути построения оптимального развития энергетики Свердловской области. Далее. Чтобы говорить о проблемах, нужно все-таки понимать, что мы подразумеваем под развитием и под новой энергетикой. На наш взгляд новая энергетика это некоторый симбиоз традиционной энергетики, нетрадиционной энергетики и вкрапление во все это автоматизированных систем и робототехники. Дальше. И вот мы наш кластер считает, что основная проблема развития энергетики на сегодняшний день это отсутствие системного подхода. И вот все последующие проблемы, о которых я буду говорить, на наш взгляд они вытекают отсюда. Ну и как пояснение к данному тезису это отсутствие заинтересованности лиц, принимающих решения. Отсутствие системной схемы развития энергетики Свердловской области. Существующая схема, на наш взгляд, имеет описательный, включительно формальный характер и как пример этого не выполняется постановление правительства номер 823, согласно которому правительство регионов обязаны создавать схему развития энергетики региона. Дальше. Следующая проблема. Традиционная энергетика не обеспечивает конкурентоспособность предприятий потребителей. На наш взгляд, так как все мы живем в некоторой единой системе под названием государства, если энергетика развивается только вместе с развитием государства. Развитие государства это развитие экономики и субъектов экономики. Соответственно, вот пока мы не решаем эту проблему, мы, соответственно, не развиваемся и развиваться не можем. Далее. Отсутствие развития энергетики как традиционной, так и нетрадиционной из-за достаточных мощностей существующей энергетики. На данный момент вырабатываемые мощности может быть даже избыточной. И на наш взгляд это существенный тормоз. Пока нет проблемы, пока нет большого количества новых потребителей и необходимости обеспечить их энергией, у нас нет толчка для развития насущного. Дальше. Далее еще одна проблема, которая относится к некоторой общей системе, на наш взгляд, это проблема энергобезопасности региона. Мы сейчас очень энергозависимы. Если система продолжит развиваться следующим образом, мы никогда энергобезопасности и вот некоторой автономии в этом плане не достигнем. Следующий слайд. Наверное, самый длинный получится. Мы пытались сегодня в группе роботы найти именно системные проблемы и вот как мы к ним шли. На наш взгляд сейчас нет сформированного спроса на робототехнику, ну и на автоматизацию тоже. Нету сформированного спроса, на наш взгляд, по той причине, что нет пропаганды автоматизации, роботизации, да, при том непонятно, кто должен этим заниматься, да, и не афишируется позитивный опыт. То есть он нигде не заявляется во все услышание так, чтобы это было доступно. Другая сторона медали — это нет готового понятного предложения. Нет почему? Потому что не нашлось человека, который сказал, у меня там есть миллион долларов, я его вложил в развитие роботов, я какой-то готовый продукт получил, я вам его принес, вот он готовый, вот смотрите. Нету его по какой причине? Потому что у нас не хватает ресурсов, да, я не думаю, что у каждого дома лежит миллион долларов, которые можно взять и в это вложить. И нет опережающего прогноза. Мы сейчас, ну вот на наш взгляд, мы не понимаем, да, как будет развиваться энергетика, какие роботы ей будут нужны через 10 лет. Соответственно, вот эти две вещи, они движутся друг к другу к некоторой точке X, к которой они, мы надеемся, когда-нибудь сойдутся. А проблемы системные, которые им мешают, это мало кто готов заниматься вопросами развития энергетики и развития робототехники в энергетике, да, непонятно, кто должен вести пропаганду. То есть может быть это будет государство, а может быть бизнес, а может быть те люди, которые в этом заинтересованы, там, вот фанаты этого дела. И нет понятного заявленного направления развития, которое бы декларировалось, чтобы мы могли какие-то прогнозы строить. В общем, мы считаем, что все тезисы заявлены, это вот некоторый вывод за сегодняшний день. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста. Микрофон только, пожалуйста. Кривопальцев, девятая группа. Будьте добры первые слои, пожалуйста. Не там, где здрасте. Ага, а вот здесь. Основной проблемой развития энергетики является бессистемный подход. Может, грубо пояснить, что для нее такое бессистемный подход? Я поясню контекст вопроса. Что такое системный подход, как группа общенаучных методов исследования объектов? Я имею представление. Что такое системный подход методологии Щедровицкого? Я имею представление. Что такое бессистемный подход, как основная проблема развития энергетики? Я не знаю. Мне хотелось бы услышать ваше определение. Что такое бессистемный подход? Если это просто неряшливость своего употребления, я снимаю свой вопрос. Если у группы есть представление о том, что кроме системного подхода есть особый бессистемный подход, который является проблемой для энергетики, тогда я готов услышать, что такое бессистемный подход. Вы правы. Это, наверное, неряшливо использование слов. Я думаю, что когда я говорила, я проговорила, что это отсутствие системного. Можно тоже вопрос? Можно вопрос на понимание? Я вот из доклада услышал, что у нас нет развития, потому что нет запроса на развитие, нет заинтересованности, нет предложений. Может быть, если у нас ничего этого нет, то развитие вообще не нужно и нет проблемы в том, что нет развития. Можно последний слайд? Вы вот правильно, да, понимаю, слайд, по которому вопрос задан? Нет, еще вот там, где четыре было основных тезиса по проблемам, вот второй и третий тоже. Так, нет, значит, третий. Следующий слайд. То есть если нет запроса на развитие, то может быть развитие не нужно и в этом нет проблемы. Я об этом говорю. Наш кластер считает, что даже если на сию секунду запроса нет, то любая стабильность это первый шаг к деградации. Ну вот это наше мнение. И, соответственно, развитие это нормальный путь существования. Вот, по крайней мере, нам так кажется, что развитие необходимо всегда. Поэтому. Нет. Прошу прощения. Максим, группа «Качество жизни». Правильно ли я понимаю, что вы не рассматривали проблему в развитии такую, что есть проблема боязни открыть свои новые разработки и технологии? Правильно. Спасибо. Вопрос вот какой. То есть вот группа как понимает, что роботы не развиваются, потому что, скажем так, это малопопуляризированная тема? В том числе. То есть причина основная в том, что мало кто знает, что есть роботы, и поэтому они не развиваются. Ну, мы считаем, что в том числе. Группа «Бизнес» Антаков Андрей. Можно последний слайд? Правильно ли я понимаю, что мнение группы в федеральном законе номер 261, что он не является направлением развития? Не дает направление развития. Закон об энергосбережении. Мы под нет понятного заявленного направления развития подразумевали вот что. Мы, как представители группы технико-технологического кластера и лично я, как представитель группы робота, мы сегодня отчасти говорили о некоторой нашей, наверное, мечте и о том, как мы это развитие видим. От перехода существующей ситуации, как следующий шаг, переход к автоматизации и следующий переход к робототехнике. Вот на наш, как бы нам это понятно. И мы хотели бы понимать, как бы как вот это же развитие видят все остальные. Вот мне кажется, что энергосбережение это все-таки немножко иная ситуация. Вот мы говорили конкретно об этом. О том, что подобный путь не заявлен и мы его не понимаем. Мы в смысле как-то вот все вместе. Или если понимаем, то мы конкретно об этом не знаем. Но так все-таки это доклад-то от кластера? Да. У вас не только группа роботов в кластере. Я понимаю, но вот у нас доказательство нового следующего таким образом, что вот это относилось именно к робототехнике сегодня. Можно? Да. Раз. Да. Слышно. Илья Новиков, группа конкурентоспособность. Вот я так и не понял за вашего доклада. А вот позитивный опыт внедрения роботов, он есть или нет? Если есть, то какой? На данный момент, как вчера рассказывалось, там роботы внедрены на Белаярской атомной станции для обследования ректоров. И все. Мне известен в России, конкретно этот. То есть афишировать пока нечего особо? Можно я попрошу ответить Сашу? Саша, можешь мне помочь? Есть многие доходы? Да, микрофон, спасибо. Есть еще что-то? Ну, что-то есть. Вот так. Ну, что еще рассказать? Не афишируются. Не афишируются? А, ну да, конечно, не афишируются. Но я бы так сказал, специально не афишируются, если развивать эту тему. Потому что на самом деле внедрение роботов удачный пример в этом плане. Ну, смотрите, что на ум приходит, насчет рабов. Такой пример был приведен, например, что, скажем, водяное колесо было известно древним римлянам. То есть во второй век, там еще до нашей эры, по-моему, они знали, уже мельницы какие-то использовали. А стимулом производства и так называемой промышленной революции в Европе, он стал только в 10 веке. Так что, казалось бы, столько лет люди знали, что так просто подключить там водобойный молот и так далее, начать вырабатывать руду и все остальное. Почему не происходило? Одна из версий такая, что во время войн было очень много рабов. Куда их девать? Даже не столько, не вопрос, что они дешевле, а просто вот как их задействовать, этих рабов. И Архимеда тоже замечание ему делали. Сказали, а зачем ты делаешь паровую машину? Чтобы поля поливать? Так зачем? Вон есть там люди, которые поливают. Ты лучше там надсмотрщикам облегчи труд, потому что им тяжело на солнышке стоять. Это что? Это же понятно все. Это ресурс наш. Поэтому я считаю, что проблема роботов, если говорить про проблемы, в том, что есть рабы. И на самом деле проблема персонала, если так по-русски сказать. Что значит внедрять роботов? Это означает отказаться, извините меня, от некоторых своих фирм, которые занимаются этим самым. Их куда девать? Поэтому я бы сказал так, не то, что не афишируется, специально она, как сказать, надо называть вещи своими именами. Это тема запретная. Мне кажется, это не было вопросом. Нет? Или все такие вопросы? Это обсуждение. Когда к этому ситуация будет вынуждать, да? Да, то есть я считаю, что как только ситуация созреет каким-то образом, либо искусственно, либо естественно, к тому, что появится востребованность… И как нельзя без роботов. Да, нельзя без роботов. Потому что это же проблема на самом деле. Потому что вот ситуация какая сейчас, допустим, ну в энергетике, скажем так, да? Реконструируют линию, реконструкция линий происходит, электропередача, делается точно такая же линия, вот точно такая же, с теми же, с держками, с тем же, вот ровно такая же. Почему? Потому что если ты сделаешь линию другую, принципиально новую, то зачем нужен район электрических стей, которые обслуживают? А те, кто проектирует это, они все это в голове держат. Поэтому я не знаю, к этому относиться. Я столкнулся с этой реальностью. Есть? Спасибо. Есть что-то еще? Все, да? Спасибо. Я хотел бы прокомментировать, вот здесь, мне кажется, есть такой момент. Бессистемность, небессистемность. Мы это говорили уже не первый день, но понятно, что развитие энергетики должно каким-то образом быть выверено, как лучший вариант развития. В этом отношении схема, где все прописано, посчитано и как бы оптимизировано, конечно, это инструмент, позволяющий более эффективно развивать энергетику. В этом отношении 823-е постановление, на мой взгляд, это возврат к системному подходу, к развитию энергетики. Я это говорил и говорю. Но вопрос, тезис о том, первый слайд, по-моему, был, что 823-е постановление не выполняется. Смотрите, здесь есть, вот такой я бы комментарий дал. Что значит не выполняется? Не выполняется, потому что сегодня нету схемы. Но схема разрабатывается, схема будет разработана. И поскольку вот она носит описательный характер, здесь уже было выше написано жирным, то эта схема как раз и будет носить описательный характер. Она дальше, вот что я боюсь, дальше это будет происходить. Она как бы то, что заявлено, то, что хочется кому-то построить, это и будет построено. И это будет дальше утверждено, направлено на Министерство энергетики Российской Федерации. И там их, там, под 90, наверное, этих книжек будет положено в один шкаф. И читать их там никто не будет. И что? То есть если оно будет выполнено. В этом смысле формально оно может быть даже будет выполнено. Но при этом ничего не изменится, на мой взгляд. Хотя само по себе постановление, серьезный шаг к тому, чтобы у нас вся энергетика была посчитана. Вот один из моментов, который мы обсуждали сегодня в группе, у нас в городе Екатеринбурге строят станцию, электростанцию, 10 мегаватт, в самом центре, рядом с аквапарком. Эта электростанция никак не связана с энергосистемой. Выходит, ее и в схеме не будет, потому что связи она никаких не имеет, ни по теплу, ни по электроэнергии, ни с чем. И вот это вот, скажем, проблема вот этой, в этом смысле бессистемности. В этом смысле, то есть не придираясь к словам, да, здесь есть что-то необычное, несбалансированное, может, несоптимизированное. И это сегодня наша жизнь, наша практика. Вот это как бы эклектика в развитии энергетики. Она на самом деле имеет место. Понятно, что, может быть, здесь это не очень удачно ухвачено, но проблема в этом есть, конечно же. И вроде бы связи вот того, что говорилось в предыдущих докладах, тоже здесь указано на то, что вот это развитие, раз оно не оптимальное, оно приводит, получается, к возникновению все равно чрезмерных затрат в энергетике, которое будет переложено на плечи кого? Потребителя. Я вспоминаю часто, меня тогда удививший, пример, где-то в 90-х, по-моему, годах, я прочитал в журнале электрические станции, что 70-е годы в Соединенных Штатах закрыли строительство, остановили строительство 50 электростанций. Потому что посчитали и разобрались, что да, частники их могут построить, они-то их могут построить, но дальше, получается, все они нагружены не будут, такой нагрузки не нужно. Они будут друг к другу, конечно, конкурировать, да, но в конечном счете, в том-то и дело, оптовый рынок в этом отношении не идеален, на мой взгляд, да, он все равно будет перекладывать свои издержки на плечи потребителя. Это даже не сговор картельный какой-то, да, а это просто каждый будет осуществлять свою стратегию примерно одинаково. И такие вещи мы наблюдаем. Рынок алмазов, например, есть цена, есть затраты на их производство, добычу, которые в разы отличаются, а рынок держит свои цены сам по себе. Рынок электроэнергии, он еще тоже очень несовершенный, и поэтому, мне кажется, все наши перекосы, неправильные решения в развитии энергетики, они будут потом отражаться на экономике. Здесь проблемы, здесь есть. Другое дело, что сразу и так быстро, вот в течение дня, ухватить их, конечно же, трудно. Хотелось бы, чтобы все-таки группа, вернее, кластер, поскольку вылился доклад, в единый кластерный доклад, она настроилась на дальнейшее оформление этих документов, с тех, чтобы мы могли подать эту проблему для обсуждения дальнейшего, потому что здесь проблемы, здесь есть. Смогли мы их ухватить, более точно не смогли, но их не надо терять, на мой взгляд. Здесь есть эти проблемы. Спасибо. Дальше. Группа. Кадры для развития энергетики. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Александр, я представляю группу кадры для развития энергетики. Сегодня в свете темы дня мы подготовили доклад и следующий слайд. Тема нашего доклада – это кадры для развития энергетики, как решение проблем энергетики с применением системного подхода. Следующий слайд. В своем докладе мы выдвигаем два тезиса. Первый тезис – это отсутствие представлений о перспективах развития энергетики России и Свердловской области в реальных условиях рыночной экономики мешает развитию энергетики. И второй тезис – это решение проблем в отрасли энергетики возможно с применением системного подхода. Следующий слайд. Далее я предлагаю рассмотреть с комментариями пункты, которые мы приводим в обоснование изложенных двух тезисов. Итак, пункт первый – это отсутствие представлений о перспективах развития энергетики в России и Свердловской области в условиях рыночной экономики. Все наши пункты – это ответ на вопрос, что мешает. Так вот, неоднократно заявлялось о том, что России в наследство от предыдущего строя досталась система со всей ее архитектурой, которая являлась централизованной и была направлена именно на совершенствование в плане как централизованная система. Тем не менее, 20 лет страна уже развивается по пути рыночной экономики и все больше и больше ощущается диссонанс между централизованной системой и ценностями и ориентирами рыночной экономики. В то же время, чуть более глубже лежит пункт, который звучит как отсутствие представлений об организационной структуре, которая может разрабатывать и реализовывать концепции системного развития энергетики. То есть на самом деле в энергетическом секторе не существует единого мнения и понимания о том, какая же это должна быть структура, комитет или какая-то другая организационная, в чью структуру она должна входить. Что это такое? Следующий слайд. Пункт третий. Отсутствие четких представлений о профиле необходимых кадров для такой организационной структуры. Ну и собственно это и есть кадры для развития энергетики, как вот мы их понимаем. Действительно, не существует представлений о том, в структуру, которую я описал, о которой тоже нет представления, должны ли входить только люди из энергетики или это должны быть люди из смежных областей, которые тесно взаимосвязаны с энергетикой. Тоже позиция не прояснена и четкого представления нет. Пункт четвертый. Отсутствие развитых механизмов поиска и отбора кадров для развития энергетики. То есть даже если мы составим четкий профиль необходимых кадров для формирования вот этой организационной структуры для решения глобальной задачи, не факт, что здесь будут работать уже имеющиеся механизмы поиска и отбора кадров. Действительно, если мы просто разместим резюме, требуются кадры для развития энергетики, не факт, что мы получим то, что обычно получаем при отклике на вакансии. Пожалуйста, следующий слайд. Пункт пятый. Отсутствие системы подготовки кадров для развития энергетики. Действительно, может быть, уже и существуют готовые кадры, которые подойдут под наши требования, которые мы отыщем и отберем. Но может быть, их оказывается настолько мало и не будет готово следующее поколение, которое придет на смену. В таком случае необходимо заранее задуматься об таком ограничении, как отсутствие системы подготовки. Андрей. Еще я хочу сказать, что все вот эти пять пунктов мы сформировали, исходя из точки зрения владельцев бизнеса, встав на точку зрения владельцев бизнеса и топ-менеджмента в энергетике. Ну да, следующий слайд. Кластер попросил вынести… Нет, не вот этот предыдущий. А нет его, да? Его нет тут, да? Как он звучал? Отсутствие нужного слайда есть проблема этого доклада, да? Ну да, есть такое. Ну, в общем, он звучал примерно так. То, что на сегодня… Давайте его набьем сейчас. Можно? Можно. Давайте. Шестым пунктом. Просто это самым поясню. Кластер просил вынести данный тезис. Вот, собственно, хотели его вынести. То, что отсутствуют механизмы формирования заинтересованности в развитии энергетики. Вот, собственно, такой тезис. Спасибо. Теперь весь доклад, да? Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Можно вопрос? Да. Если можно, к первому слайду, пожалуйста. К самому первому слайду можно вернуться? Нет, презентация. Так, это заголовочек. Надо следующий, да? Содержательный слайд. Ага, нет, это не ваш. Вот в этом только повыше. Отсутствие представлений о перспективах развития. Хорошо. Можно пояснить, как предполагает группа? Где именно отсутствуют эти представления? На склад не завезли? Или в чей-то конкретной голове? В вашей, в моей, в Соколовской отсутствуют эти представления? Та степень абстрактности и неопределенности на уровне кое-где, иногда у кое-у кого, с моей точки зрения губит, в общем, серьезный и приличный доклад. Везде назойливо повторяется отсутствие представлений. Я не буду дальше отношения развивать, это потоп. Пока. Отсутствие представлений где? Где у кого? Вот то пояснение, которое я дал уже после пятого пункта о том, что мы вышли на них, на все эти тезисы и пункты, встав на точку зрения владельцев бизнеса и топ-менеджмента. Хорошо. Принимается. Можно тогда сказать, что все ваши тезисы, которые начинаются со слов «проблема состоит в отсутствии представлений о», нужно понимать так. В отсутствии представлений о том-то, о том-то у владельцев бизнеса. У владельцев, то есть везде нужно по умолчанию добавлять, у владельцев бизнеса. Можно. Можно или именно это вы имели в виду? Или вы имели в виду чьи-то другие головы? Например, у Соколова отсутствует представление, в этом проблема. Или у Кривопальцева отсутствует представление о том, чего он вообще хочет, да? В этом проблема. Мы имели в виду именно у владельцев бизнеса и топ-менеджмента. Все понял, спасибо. Тогда выступление получается предельно самокритичное, и я его поддерживаю. Вопрос есть еще? Суждение. Да, 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 да. Значит, коллеги, у меня ощущение, что и у этого доклада, и у предыдущего доклада есть две фундаментальные общие черты. А именно предельная абстрактность, которая мешает понимать, что, собственно, коллеги имеют в виду. Ну, я пробовал прицепиться, да, к этой предельной абстрактности в вашем докладе. И неряшливость употребления понятий, к чему я пробовал прицепиться в прошлом докладе. Что является результатом этого, по моему мифу, да? Когда мы в формуле Е равняется МС квадрат, начинаем произвольно оперировать значениями этих значков, скажем, Е мы понимаем уже не как энергию, да? А как, допустим, какую-нибудь там дельту. Понятно, что происходит, да? Формула теряет свой смысл, она становится либо ложной, либо непонятной. Почему собравшиеся здесь технические специалисты, которые выращены на уважительном отношении к символам, обозначающим формулы работы, то есть, в принципе, к символам, участвующим в логике. Почему они позволяют себе настолько неряшливо и небрежно относиться к словам? Это ведь те же значки, те же символы. Что является результатом? Результатом является та логика, которую, как мне кажется очень точно, Денис Злоказов здесь обозначил. Что я имею в виду? Одни говорят, да, у нас нет проблем. Другие говорят, да, везде сплошные проблемы. И проблема в том, что что-то отсутствует. Когда мы вкладываем в понятие проблема разное, у нас возникают перекосы в логике. Например, доводя до абсурда пример Дениса. Если я понимаю проблему просто как отсутствие чего-то, возникает логика. У меня на лице нет прыщей, у меня на лице нет синяков. И это проблема, их нет. Если мы понимаем проблему просто как отсутствие чего-то. К чему я это говорю? Моя версия. До тех пор, пока мы будем неряшливо и безответственно употреблять в своих докладах те или иные слова, не пытаясь привязаться к их точному смыслу или значению, мы будем получать вот такие абстрактные доклады, которые мы по полчаса будем прорываться к их смыслу, из-за того, что они неряшливо с точки зрения языка оформлены. Я не призываю к тому, чтобы по каждому слову лезть в интернет, в википедию, в словарь Брагауза и Фрона. Достаточно того, если докладчики перед своим докладом дадут хотя бы коротенькую ссылку. Под этим мы понимаем то-то и то-то, и это их право так понимать. А спаривать это можно, но никто не станет. А вот если они, употребляя одни и те же слова, проблема, каждый раз имеют в виду разное, ну мы получаем то, что получили. Полную трудность понимания того, что скрывается за этими словами. Ну вот как бы моя реплика. Могу пояснить, почему это у меня наболело, и почему я решил высказать именно это на плену. На кластере у нас была ситуация. По поводу понятия цель. Мне было сказано, Владимир Ильич, вы тут со своими, форма была другая, гораздо более уважительная. Но смысл такой. Владимир Ильич, вы тут со своими филологическими изысками нам не мешайте. У вас свое понятие цели, а у меня свое. И меня не интересует, как вы понимаете слово цель. А подтекст такой, а я вообще говорю не для того, чтобы вы меня поняли, а для того, чтобы слушали. И когда я понял, что вот в том числе несогласованность употребления основных, ключевых для доклада понятий является причиной многих проблем, да, чувствуете, на плену мне, я решил высказаться. Вот как бы основание моей реплики. Спасибо. Есть вопрос, в интернете записан, некто Артем. Я правильно понимаю, что группа видит необходимость искусственного формирования у кого-либо, кстати, у кого, заинтересованности в развитии энергетики? Это ключниковый вопрос, наверное, да, его тезис? Конечно. Можно ответить? Ну, я думаю, больше да, чем нет. Больше да, чем нет? Да. Ну, мое личное мнение. Спасибо. Ну, я говорю, мое личное мнение больше да, чем нет. Ну, вот я так. Близко. Ну, как бы я не до конца продумал, но я думаю, что ближе к да, мой ответ. Ну, ответ на вопрос конкретный. Ну, я считаю, что да, необходимо искусственно формировать у кого-либо заинтересованность в развитии энергетики. Вот, 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 утверждение. Да, необходимо. Немцы уже сформировали, например, да? Нечто такое. Можно я как бы попытаюсь нарисовать то, что обсуждалось на нашей группе, но это, как я понимаю, свойственно вот всем докладам, которые здесь были. Если мы посмотрим, что вот это вот государство, вот это вот бизнес, а вот это вот общество, то у нас получается простая вещь, то, что есть общие интересы всех этих трех составляющих. Что у нас реально существует, это идеальный случай, что у нас реально существует. Вот это вот государство, вот это вот бизнес, вот это вот общество, а вот это вот малый бизнес. Это вот распределенная энергетика и так далее. То есть вот здесь вот нету понимания между ними, нету взаимодействия между ними. У нас эти части, они работают сами по себе, сами для себя. Это живет само по себе, само для себя. И только малый бизнес немножко, значит, само, так сказать, взаимодействует с обществом, потому что он, по сути дела, и вышел из этого общества. Он знает его интересы, знает, значит, само, так сказать, те беды, которые необходимо решать. Вот. И пока вот это вот сопротивление будет большое, то никакого взаимодействия, никакого решения не будет. И это вот свойственно ко всем докладам, которые сегодня прозвучали. Спасибо. Спасибо. У меня есть такое понимание, что есть у нас сложности, когда мы говорим на отвлеченные темы и не обращаем внимание на то, как мы работаем, и проблемы в нашей работе как бы не становятся предметом обсуждения. Вот такое ощущение, что мы не умеем ставить проблемы. Вот день проблем, он должен высветить проблемы. Сделано это, конечно, не очень качественно, и непонятно, как дальше с этим работать. А ведь вообще-то без постановки проблемы, мне кажется, невозможно говорить о каком-либо развитии. Это связанные вещи, некий переход необходим в новое качество, которое снимает какое-то сложное, неразрешимое простым, известным способом противоречия. И если мы не находим проблемы, не ставим и не замечаем ее, то дальше говорить о каком-то новом, даже и актуальности-то нет. Нет проблемы, куда же дальше двигаться. Не надо ничего двигаться, надо успокоиться на том, что есть. В этом отношении, на мой взгляд, выявление проблем, в том числе я сегодня пытался предложить, осознать группам, что у них здесь на игре есть возможность организации межгруппового взаимодействия для получения ответов игровых, игровым способом на вопросы группы. Я с удивлением обнаружил, что мотивации такой нет. То есть группа, скажем, как-то абстрагирует себя от того, что она делает. И в этом смысле она разговаривает про свое дело как-то отстраненно, а дело одновременно при этом не делается. Но поскольку говорятся слова в нужном направлении, возникает иллюзия, что делается дело. Делается ли дело? Что мы тут делаем? У нас еще один доклад. Доклад инициативной группы. Пожалуйста, Горбашов Анатолий и Остапенко Александр. Не слышно? Есть? Нет, не работаю. Есть. Хорошо. Нет. Вебинаре. Да нет. В Google Docs я скидывал презентацию. Доклад инициативной группы. Я вам давал прямо в руки. Я начну. Меня зовут Анатолий Гормашов, а это Остапенко Александр. Все началось еще в первый день. Ситуация начала разворачиваться. Вы знаете все, что было. И в конце вчерашнего дня наша группа, моя группа, захотела принять Александра в свой состав. И мнения разделились. Я был против, а вся остальная группа была за это. Вечером происходили некоторые события, а сегодня утром снова все продолжилось. То есть… Я поясню. В общем… Стакан на голову. А можно сделать покрупнее это? Так, а можно сначала первую страницу? В общем, у нас с Александром возник конфликт, потому что наши интересы не совпадали. Я хотел, чтобы он ушел из группы, а он хотел быть в нашей группе. И группа тоже хотела, чтобы он был в группе. И еще Алексей Евгеньевич тоже был, у которого тоже были какие-то интересы, и он пытался сделать так, чтобы группа продолжила работать. И предлагалось мне разные варианты, например, оставить его еще на день, но я их не принимал. Александру предлагались варианты разные, и он их не принимал. И все привело к тому, что мы ушли из группы на какое-то время, чтобы между собой разрешить свой вопрос. И в этом был конфликт. И поэтому тема доклада – реконструкция и анализ конфликта интересов. То есть мы реконструировали наш конфликт. Цель доклада – поставить проблему развития человека и коллектива. Проблему развития человека, потому что мы люди участвовали в этом конфликте коллектива, так как была и группа тоже, и, в общем-то, вся игра. Следующий слайд. Это наш самоанализ. Во-первых, у нас были амбиции, личные интересы, нежелание уступать и желание победить у каждого из нас. И мы были готовы к любому развитию ситуации. Я говорю уже, мы были готовы к любому развитию ситуации с самого начала, и все вот эти вещи к концу конфликта, они все больше обострялись. И в момент, в общем, самого накала этого конфликта была отрешенность от прошлого, будущего и самого себя. То есть наш конфликт вошел в такую фазу, что нам было без разницы. То есть если машина взорвется, мы бы все равно продолжали наш разговор и стремились к победе. Далее я заметил, ну, в последующем анализе, что у меня возник, ну и у Александра тоже, и это тоже было отмечено, строго очерченный круг своих интересов. И во время нашего конфликта я заметил, что чем больше он обострялся, тем меньше возникали какие-то побочные интересы по ходу этого конфликта, сиюминутные. Была безжалостность, но не жестокость. Здесь это требует пояснения, то есть мы не стремились к уничтожению друг друга. И, в общем-то, мысли такой почти не возникало. Следующий слайд. Вот восьмой пункт. В последующем анализе он оказался самым важным. Каждый из нас верил в себя, в свою правду и в свою победу. Ну и мы отказались от норм общественной морали, от некоторых. Ну потому что мы отказались, отрешились от прошлого, от будущего и от самих себя, и поэтому мораль уже здесь никакого значения не имела. Далее. Реконструирую дальше. Каждый понял, что другой не сдастся. В то же время не было желания уходить от противостояния. То есть желания победить не происходило, но я, например, понял, что он не сдастся. И то же самое понял он. И в этот момент, то есть это нас как-то объединило. Каждый понял, что другой является таким же, как он сам. Именно, я обращаю, верит в себя, там, в свою победу. То есть вот это нечто нас как-то сплотило. И после этого появилось синтезированное решение. Это решение, которое мы приняли, оно удовлетворило и моим интересам, и его интересам. Мы оба ушли из группы и организовали свою группу. Дальше вот этот вопрос, что такое победа в конфликте. Это следующий слайд. Теперь я хочу поговорить о том, что такое победа. Есть варианты. Победой может быть признание собственного поражения, и тогда побеждает другой. Победой может быть над противником, то есть это противоположный полюс первого. Возможно подавление конфликта и, соответственно, его участников третьей стороной. То есть вот пришло государство и разрешило конфликт какой-то между бизнесом и человеком, например, там. Ну там это, возможно, каждая из ваших групп сможет сама определить, какие могут быть варианты победы в ваших конфликтах. Это все не является и не вызывает развития сторон. То есть любой из исходов конфликта не развивает ни одну из сторон. Все остается по-прежнему, только в конкретном поединке одержана победа и качественного изменения не происходит. И вопрос. Возможно ли победа без проигравших? Надеюсь, мы его обсудим еще. Наши планы на будущее как группы. Следующий слайд. Как достигнуть победы, в которой победят все участники конфликта. Так, давайте обратно. Наши планы на будущее я хочу оставить на чуть позже. Сейчас я хочу услышать ваши вопросы. Микрофон дать. Предыдущий. Предыдущий слайд, пожалуйста, поставьте. И еще назад. Вот. Седьмой пункт. Безжалостность, но не жестокость. Вы хотите, вот поясните, ваш выбор одевать стаканчик либо и оставаться в группе, либо уходить из группы. Это жестокость или безжалостность? Дело в том, что безжалостность относится и к себе, и к другому человеку, так как она безлична. Я говорил здесь о безжалостности. Дело в том, что мы наш конфликт решали на улице, на морозе, без одежды. и… Мы были… Хватило везде. Дело в том, что я это предложил, Александр принял. И мы, понимаете, мы оба были на морозе, и безжалостность как бы к каждому из нас относится. Есть как бы такая это… Совет такой, вы договариваете хотя бы свою мысль, чтобы все понимали конкретно, о чем вы говорите вообще. То есть вы заставляете каждого человека вашу фразу понять по-своему. То есть говорите так, чтобы все поняли вашу фразу так, как вы именно ее излагаете. Вот у меня был конкретный вопрос. Вот этот ваш выбор, такой достаточно серьезный, вы относитесь к безжалостности или к жестокости по отношению к Александру? У меня все. Вот такой вот вопрос. Я поясню. Когда я предлагал это на пленарном заседании, я говорил, в общем-то, серьезно. И когда я занял еще одну свою позицию по отношению его изгнания из группы и неприятия в группе, я совместил свою предыдущую позицию и, в общем-то, она относилась к теме и эту. Вот. А, да, вот так. Да это не относится к жестокости и безжалостности. Это относится к тому, в каком бы были настроения во время конфликта. Дополнение можно? Дополнение. Дополнение вот Анатолием. Просто изначально мы оттолкнулись от того, что везде у истоков стоит человек. Развитие энергетики, любой другой отрасли, автопрома, везде стоит человек. Поэтому мы оттолкнулись от того, что нужно сначала разобраться в человеке. Разобрались с собой. И теперь уже на основании этого анализа, как будет видно на других слайдах, мы попробуем уже решить проблему развития. Вот в том-то и дело, что конфликт закончился. В группе не остался ни я, ни он. Мы ушли и создали свою группу. Причем не я теперь победитель, и не он победитель. Да. Решение? Мы ушли из этой группы оба и создали группу свою. Мы победили в нем оба. Я считаю, что мы оба победили и чувствую себя победителем. А где вы нашли компромисс? Нет. Компромисс мы не искали. Компромисс был бы, если бы один из нас согласился. Например, я бы согласился, чтобы он был день в группе на проверку. У тебя была четкая претензия к человеку, и она вдруг исчезла из-за того, что ты ушел из группы? Дело в том, что… Ну, я там пояснял, у интереса были основания. Я хотел работать в группе по смыслу. Вот. И считал, что это будет невозможно, если мы будем с ним в группе вдвоем. Я просто получил такую информацию, что дело было не в том, что он в группе, а из-за того, что он стаканчик не одел, да? Я насколько понимаю. Да нет. А, ну, понятно. Спасибо. Если вопросы кончились, можно развернутую реплику? У меня вопрос еще. У меня вопрос. Какова цель доклада? Поставить проблему развития человека и коллектива. Надо, я думаю, другой слайд открыть тоже. Цель доклада такая, что мы заявляем, что мы создали свою группу. Пока нас только двое. Даже перебивать некому. Нет. Вот уже просятся. Есть предложение. Можно ли присоединиться к этой группе? Это вопрос из Эстонии. И в дальнейшем на следующем слайде будет видно, как мы хотим эту проблему решать и какие у нас в принципе предложения. Можно еще вопрос на понимание? Пожалуйста. Вот правильно ли я понял, что стоит надеяться на получение группой результата проблемы. Ну, то есть, что они применят свои исследования именно к развитию, к вопросам развития энергетики. Да. И следующий слайд будет подтверждение. Можно реплики или еще есть вопросы? Алан Цепайл, группа кадров. У меня вопрос простой. Какие вы сделали выводы, исходя из этой ситуации? Для себя. Можно же не придумывать. Если еще не сделали, так сказать, мы в процессе. Точно. Еще не сделали. А можно сказать по-другому. Это вы просили, какие мы выводы сделали для себя, мы их у себя и оставляем. Что вы тушите? Мне представляется, что как раз они сделали вывод, что надо искать выход. И они начали это делать. Ну, наконец-то вопросы кончились, я надеюсь. Мне не терпится. Можно реплику, да? Я хотел бы отнестись к услышанному в двух залогах. В шутливом и в серьезном. В шутливом меня очень радует, что наконец в энергетике Свардловской области появились самураи, неуклонно руководствующиеся кодексом Бусида. И появляется шанс, что энергетика Свардловской области победит. Это в шутку. Если всерьез. Когда я увидел цель доклада, поставить проблему и так далее. У меня аж сердце зашлось. Я думаю, неужели парни нашли сами алгоритм постановки проблемы и готовы нам изложить, пусть и на этом материале. Когда я начал слушать первую страничку, у меня как бы сердечко перестало биться и упало. Думаю, ну несут ребята. А в конце я понял, что ребята сделали два нормальных шага. И если они пройдут этот путь до конца и потом нам доложат осмысленные результаты, мы наконец поймем, что означает поставить проблему. Что я имею в виду? Если вы обращали внимание, там красным шрифтом выделены ключевые позиции, по которым ребята прошли. Первая ключевая позиция. Произвести тщательную рефлексию своих прошлых действий. Я правильно понял, что это первый шаг? Да. Два вторых шага. Поставить ключевые вопросы. То есть те вопросы, которые отражают сущность сложившейся проблемной, в данном случае конфликтной ситуации. И если эти вопросы правильно поставлены, то ответ на них укажет путь разрешения проблемы. А если они правильно сформулированы, очертит круг проблемы. То есть с моей точки зрения, при всем якобы несерьезном и сугубо личном содержании, ребята вышли на первые шаги построения алгоритма постановки проблемы. И если они эту работу закончат, я лично им скажу, бонзай, не делаю хорошо. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще обсуждения? Тогда можно следующие слайды? Так, это наши планы на будущее. То есть мы собираемся продолжать работу нашей группы и собираемся разработать следующие вопросы. Там как можно сделать, чтобы все участники конфликта достигнут своих интересов и будут пользоваться плодами этой победы. условия, при которых возможен выход из конфликта, таким образом. Это вот что-то вроде мороза. Построение понятия победовый человек. Победовый человек – это человек, который является, верит в себя в основном. Вопрос синтезированного решения нас тоже так возбудил. Потому что синтезированное решение, когда оно пришло, оно являлось решением для нас двоих. Может быть, что-то другое еще будет. Возможно, нам нужен ваш совет. Мы будем разрабатывать вопросы Центра инновационных коммуникаций как звено новой энергетики. и Центр разрешения конфликтов интереса государства, бизнеса, человека в области энергетики, возможно, междуотраслевых конфликтов и других вопросов энергетики. Эти вещи нужно, в общем, составить план и заниматься по этому плану. И по этим вопросам я тоже хочу услышать ваше мнение. Пожалуйста. У меня, к сожалению, шутейный комментарий. Но, видимо, может быть, созрею с дальнейшей работой и на какие-то более серьезные вещи. Но, тем не менее, видимо, мне не очень понравился организационный ход, который вы совершили. Поэтому я скажу, что у нас в стране уже был опыт, скажем так, работы с вот таким инакомыслием, которое, скажем так, изолируется в условиях мороза и свежего воздуха. И потом эффективно работают на развитие энергетики топорами, ну и там другими строительными элементами. Спасибо. Я надеюсь, что вам эффективно удастся точно так же посотрудничать. Хотя это, конечно, не ход для будущего. Мое мнение. Если можно, я в том же ключе, в котором высказался докладчик, и бы возражу. Ребята сделали, оказывается, еще и третий ход, который я не увидел, как следующий шаг в алгоритме. Надо возбудиться до такой степени, чтобы выскочить голыми на мороз. И это необходимый шаг для того, чтобы поставить проблему. Это если в шутку. Если всерьез, да, относитесь к вашим планам. Если только вам удастся из вашего конкретного конфликта вытащить некие общие закономерности вообще способов решения конфликтов, и этот общий механизм вы сумеете применить к частным проблемам разрешения конфликта государства-общества, государства-бизнес, бизнес-бизнес, общества-государства, тогда, ну, кроме бонза, я еще скажу вам, Сайонара, если вы это будете делать всерьез, а не на уровне демонстрации, ну, с моей точки зрения, это большая, интересная и перспективная работа. Ну, надо еще разик возбудиться и на мороз. Спасибо. Вопрос в группе. Можно ли присоединиться к этой группе? Задает еще раз нам вопрос, этот вам, вернее, участник из интернета Юрий Гинтер. Почему нет? Берем, нет. Так, можно, да. Берем. Берем. У нас сегодня в кластере выступала группа, которая работает у нас сейчас в сети. У нее был доклад. На мой взгляд, он составил из нескольких частей. Не знаю, на мой взгляд, там есть интересные идеи для будущей нашей работы. Я бы сказал, для послезавтра. Это мое. Мне так показалось. Тем не менее, если их вывернуть в проблемную область, они вполне актуальны были бы и сегодня. Но я вот тогда, не зная, как будет развиваться вот это событие, но зная, что оно произойдет, попросил представителя группы Константин Филипповича Гаврилова попытаться отнестись к вот этому докладу через призму наработок своей группы. Там есть было два, на мой взгляд, первых ключевых тезиса, которые могут быть поняты через иллюстрацию вот развития этих событий или истории уже теперь этих событий, которые у нас произошли и в которых мы, в общем-то, сложные, мучительные, искали выход. Еще доклад будет? Продолжить, да? Нет, мой доклад окончен. Да, ну можем предоставить слово Константину Филипповичу, да? Да. Так, пожалуйста. Константин Филиппович, можно ли вот выполнить ту мою просьбу, получится ли это, я не знаю, но вот есть ли ощущение, что ваша наработка уместна в том числе для, скажем, интерпретации вот этой ситуации, которая сегодня анализируется и проблемы, которые здесь пытаются поставить наши коллеги? Так, звук вроде показывает, что идет. Мы не слышим. Костя, алло, алло, слышно меня? Да. Спрашивают вас, в какой комнате вебинара к вам можно присоединиться, то есть есть рабочий вопрос? У нас пока нет интернета и комнаты вебинара, вот этот вопрос нам нужно решить технически, потому что мы новая группа. 209-я комната. Это 309-я комната. 209-я комната. Если нужно присоединиться. Надо с айтишниками понять, какая, может быть, Юрий, может вам просто удобнее называть комнату, куда нужно обратиться с тем, чтобы законнектиться, чтобы возможен был ваш диалог. Одна виртуальная комната свободна, говорят. То есть есть у нас на сайте игры, есть пространство, через которое возможно взаимодействие в том числе и с интернет-участниками. Хорошо. Вирт 2. Да. Вирт 2, говорит Валда, да, и Юрий подтверждает, что он там готов с вами работать. Есть. Итак, мы не слышим, Константин Филиппович, что-то нужно сделать или группа айти-поддержки. Какие проблемы есть? Да? Включаем? Да нет, вроде, если меня слышно. Да. Ага. Так, значит, еще раз, Алексей, значит, просьба, то есть, чего я должен сделать-то? Можно ли обсуждать вот это сообщение и эту ситуацию через наработки вашей группы, особенно включая ваш первый и второй тезисы? Фиксируя некие проблемы, которые, ну, которые, вот, если развернуть ваши утверждения в те проблемы, которые, а извините, снимают или зашивают, то не относится ли вот ваша работа к подобного рода проблемам, которые здесь обсуждались? А, понял. Ну, мне кажется, конечно, относятся, вот, но здесь более широким, кстати, обзором и держанием содержания с моей точки зрения обладает Юрий Гинтер, он вот так очень качественно, мне кажется, обобщил наш доклад на кластерном пленуме и выложил это дело в интернет и дал его даже ссылочку там. Вот, то есть, если он меня, я могу начать, если он меня поддержит, если он может говорить, то, мне кажется, будет лучше. то есть, три основных кейса были. Юрий пишет. тресновных кейсов. Ага. Да, подождите. Значит, вот Валда написал словами, но, а есть ли, я хочу просто сейчас уточнить, есть ли возможность у Юрия сейчас выступить, и мы можем ли услышать его голос? Тем более, что у нее есть желание, я так понимаю, есть основания присоединиться к работе группы. Нет, возможности такой нету. Тогда я зачитаю. Валда Рутас пишет, что, значит, были у них тезисы про взаимодополняемость и пересамоопределение. Но, конечно, вот здесь нужен, конечно, комментарий. Может, Кость, тогда ты сможешь прокомментировать. Вот здесь есть почва для того, чтобы работать в этом направлении. Это та ситуация? Есть, да, только нужно, конечно, добавить еще один тезис. Все-таки тезисов было три основных. Ну, я кратко их просто пока назову. Взаимодополнительность, непрерывное пересамоопределение. И вот это лучше всех сформулировал, конечно, Юрий, значит, насчет зоны неуправляемости. Вот у него в докладе это так, зоны неуправляемости как индикаторы или зоны возможного развития. Вот. Вот тогда с помощью, значит, вот этого трезубца можно, в общем-то, попробовать проанализировать вот ход сегодняшнего пленума. Я так понимаю, то есть не только последней группы, а вообще как бы выразить через вот сито вот этого доклада отношение ко всем группам. Правильно понимаешь задачу, да? Ну, попробуй. Ну, вот, в частности, скажем, начать, если с конца, то последняя группа инициативная, она как раз вот такую зону неуправляемости обозначила. то есть, скажем так, для, мне кажется, фиксации и постановки проблем в такой форме, чтобы они пригодны были к игровому задачному их разрешению, не хватает соответствующих технологий коммуникации. и вот как бы плюс инициативные группы в том, что они предложили некий вариант своей технологии. Вот. У нас, кстати, в группе сегодня тоже шли очень много всяких, значит, процессов и разрушительных, и, так сказать, объединенных и так далее. Вот. И тоже как бы значит, не хватало каких-то технологий коммуникативных. Вот. Затем, значит, по поводу вот предыдущих двух докладов, взывающих к системности, тоже, так сказать, тоже в чате уже были, значит, отклики, и вот Владимир Ильич очень так выступил. Но мне кажется, что термином системности термин системности выступает в качестве такого как бы мусорного бака, что ли, куда сбрасывается невозможность постановки разрешимости каких-то проблем. То есть самой по себе задачи выхода, перехода на вот этот системный уровень его пока нет. И мне кажется, тут отсутствуют определенные познавательно-коммуникативные технологии, не просто конфликтно-коммуникативные, а познавательно-коммуникативные технологии, где как бы нужно какое-то, я не знаю, может быть, более четкое развлечение, содержание, выделение каких-то задачных планов. Я не знаю, чего. Но пока термин системность остается как бы чисто пустым, потому что, ну, скажем, использовать, привлекать какие-то уже имеющиеся системные подходы и представления в культуре, в интернете, оно, конечно, так сказать, не вредно, но ведь мы как раз, я так понимаю, собрались на постановку проблемы, задач развития, а это как раз такого рода проблемы и задачи, где и требуется системный подход. Вроде бы, вот такое понимание системности, вот, мне кажется, и Георгий Петрович как бы завещал общую такую рамку. в этом смысле мы не можем выйти на системный уровень не потому, что у нас там не хватает какой-то квалификации, а потому что мы не можем вот именно ухватить проблемы, то есть в чем, собственно, проблемы, в чем, собственно, проблематика развития энергетики, и нужна ли эта проблематика, как она связана с энергетикой личности, вот, это, так сказать, второе, вот, ну и для того, чтобы опять же двигаться вот хотя бы по этим двум коммуникативным линиям, то есть конфликтности и непонимания и установления понимания и по познавательно-коммуникативным технологиям, то есть по чистой, так сказать, логике фиксации проблематизации, ну, не хватает тоже вот непрерывного такого пересамоопределения, потому что вот группа инициативная, мне кажется, тоже очень четко вот это вот схватила и выразила, то есть изначально, так сказать, они вышли в состоянии жесткого конфликта, жесткой позиционной установки, но поскольку установка была на разрешимость этого конфликта, значит, то происходило такое взаимное пересамоопределение до получения некоторого синтетического решения и каких-то, значит, осмысленных выводов, то есть вообще говоря, вот эта вот текучесть, непрерывность самоопределения очень важная как бы тоже технология коммуникативная, которую, опять же, формально не освоишь, то есть она может осваиваться только в поле, мне кажется, какой-то конфликтности, а поле позиционного конфликта, мне кажется, относительно содержания может возникнуть, если, значит, все-таки будет осуществлен в ближайшие два дня вот переход к основаниям, к основаниям суждений, к причинам и так далее, вот, ну вот не знаю насколько это позволяет оргпроект, вот если заглянуть в четвертый день, да, и в пятый, ну вот получается, что как бы два тезиса из нашего доклада непрерывное самоопределение и зона развития как зона дефицитов или зона непроходимости какой-то, значит, смысловой, они работают, а вот насчет взаимодополнительности я вот так чувствую, что ну я, по крайней мере, не могу соотнести этот принцип взаимодополнительности как необходимый принцип получения некоторого единства движения и содержания вот с докладами, потому что вот тут как бы чего-то не хватает. Да-да-да, ага, давай. Ну вот я увидел тут такое, Юрий с микрофоном, я понял, что у Юрии появилась возможность говорить голосом, да, и что-то все-таки тоже со своей стороны прокомментировать. есть такая возможность, Юрий? Ну, видимо нет, что-то не видим. Давайте я попробую вот свой комментарий внести, который я когда как раз с ребятами разговаривал, мне представляется, что здесь вот возможность выхода на то, что как-то как-то это наводит меня и на на ваши тезисы. Сейчас попробую. конфликт возникает при неприятии двух качеств. взаимодействия двух качеств. скажем, качество один, качество два. Когда два человека носят разные качества, они воспринимают новое как чужое, ну и собственно в этом смысле как дискомфортное, как враждебное. Новое правило, новую норму поведения, другие ценности, другие подходы. Возникает конфликт и он может разрешаться путем исключения. Вот то, что говорили про победу одного над другим, то есть одного за счет другого. В этом смысле новое качество, одно из качеств просто перестает существовать или доминировать и ничего нового здесь не появляется. Если же каким-то образом, а это пока непонятно каким, происходит понимание этого качества и вот некое взаимопроникновение, взаимный поиск какого-то нового приемлемого для обоих решения, скажем, для обоих сторон, то может возникнуть третье качество. Вот здесь вот. Это наши урольские философы на одной из подготовок к ОДИ в 90-х годах иллюстрировали таким образом диалектику Гегеля, когда тезис и антитезис могут дать синтез на примере, когда мы смешиваем скажем голубую краску пятно и желтую краску. Соответственно, на зоне их пересечения возникает зеленый цвет. Откуда он берется? Если качество первое не обладает этим, качество второе тоже вроде бы не обладает, но вместе с тем мы получаем нечто новое. Получается нечто новое, я бы это иллюстрировал как результат развития. И если мы говорим теперь уже не про краски, а про скажем идеи, идея 1, идея 2, утверждение 1, утверждение 2, позиция 1, позиция 2, при этом у каждой позиции не фиктивная, она имеет ну вот то, что говорилось в докладе свою правду, имеет свою правду, она не может как бы умереть, там нет фальши, там есть какое-то в любом случае есть какое-то основание, которое скажем не подвержено пересмотру, это может быть ценности, например там мой дедушка был плесун, чечоточник, да, я унаследовал от него этот талант, прием, я там популярен где-то так же, я наследую, я не хочу отказываться, скажем, от наследия, которое передал мне дед, но с некоторых пор я понимаю, что плясать, наверное, на похоронах я не буду, понял, что нельзя, через неудачный опыт, били, били дурака, там стали бить мука, после этого стал понимать, что эти вещи здесь недопустимы, при этом я не перестал снести в себе эти качества, я не изменил себе, но в этом смысле, мне кажется, я как бы пересамоопределился, не изменив себе, но пересамоопределился, я как бы откорректировал некое целое, в котором я существую, оно стало для меня больше, но при этом у меня появились некоторые новые представления о том, где это качество уместно, где это качество неуместно, и, соответственно, я могу вступать в том числе и во взаимодействие с другими людьми, где это принимается, понимается, и где возможно совместное действие, где и когда, в каком случае это неприемлемо, то есть я обрастаю каким-то опытом, который позволяет мне быть, скажем, более успешным. Мне представляется, на таких примерах можно иллюстрировать развитие событий, которые у нас были, я очень благодарен ребятам, что они, неприятная история была сегодня еще, я видел, что есть противостояние, есть клинч, и группа просто не может ничего сделать, она просто не работает и не может работать, и понятно, что пока не будет вынуто вот это обстоятельство, оно не собирается, ну, скажем так, уступать, вот произошло вот в этом смысле какое-то интуитивное, может быть, ощущение, что да, надо как-то вести себя по-мужски, парни вышли на мороз, с одной стороны, избавили группу от этого обстоятельства, предоставили ей возможность работать, в работоспособном теперь уже виде, да, вынесем оттуда конфликтом, но произошло еще одно, произошло, как ни стану, да, на самом деле стимул, получается, появился, да, и может быть, интуитивное понимание, что надо находить какое-то решение, и мне кажется, что тут даже речь не о решении, а речь о том, что есть понимание, что его надо искать совместно, вот это даже для меня сейчас важнее, то есть ощущение, что есть моя проблема, есть его проблема, и это общая проблема, и вот мне кажется, что дальше здесь это пересекается с тем, что высказала как раз группа, которая сегодня на докладе высказала, тезис взаимодополняемости звучал, он примерно так, вот сейчас Юрий меня может поправит, что без взаимодополняемости нет развития, без некоторого взаимопроникновения качеств не появляется новое качество. Если это мы переносим на энергетику, то мы должны, видимо, понимать таким образом, что без специальным образом организованного взаимодействия всех участников развития, ни эклектического их соединения, ни их тупого противостояния друг к другу, у меня свои интересы, у тебя свои интересы, я к тебе повернулся спиной, я вообще не знаю, какие там интересы, знать не хочу, ничего не происходит. Если понимается, что никакое движение вперед невозможно без определенным образом организованного взаимодействия, при котором возникает вот это вот самое взаимодополнение и позволяет появиться собственно именно новому, без такого рода организации, вот на таком образно-качественном уровне, мне кажется, невозможно развитие, мы начинаем понимать, что невозможно развитие, а вот таким образом она возможна. Теперь бы это перевести еще на язык, скажем, механизмов, которые могут, или принципов, приемок, которые могут позволить нам перевести все это на решение проблем развития энергетики. Спасибо. Юрий, мы вас слушаем. Пожалуйста, комментарии, может быть, вот мое понимание еще тоже будет как-то откомментировано. Спасибо. Я тоже заметил, что эта группа тоже говорила об этом. Но я хотел только добавить, что это тоже означает, что мы разные. И как раз этот разность позволяет нам друг друга заима дополнять. И это такой один момент и другой момент, это заимодапернём остлекция, когда не два целая века, а три или полчаса, так что, это два парня, очень, так и, на хорош результат, получил, что они без третьего, так, это смогли делать. и на третье мое наблюдение и почему я хотел идти в их группу, как раз это, когда в одном группе такие разные люди, тогда результат будет интересным. Так что, спасибо. Спасибо, Юрий. Есть ли еще какие-то выступления? А тогда наш пленум сегодня подошел к концу. Что я еще хочу сказать, что есть у меня такое ощущение, что нам надо внимательно переосмыслить свою работу, а здесь у меня еще есть одно, ну, на мой взгляд, важное такое впечатление, что ли, от сегодняшнего развития событий, это было настоящее, вот это настоящее, тут не было ничего придуманного, вот здесь. Это не тот доклад, где там, откуда вы это взяли, мы все знаем, откуда они это взяли, другое дело, насколько они там, может быть, отразили, это точно не точно, но видно было, что вот эта работа, это непридуманная работа. А что, скажем, меня удручает? Ну, конечно, мы часто говорим, что в России, к сожалению, не происходит то, чего мы хотели, чтобы происходило, то, что мы называем развитием, даже не важно, как мы по-разному это понимаем. Мы понимаем, что почему-то здесь все не так, как многое, не так, как нам хотелось бы. Либо не меняется, либо не быстро меняется, либо вообще не туда меняется. И, когда начинаем думать о проблемах, мы натыкаемся, в том числе, на такие вещи. Я столкнулся с ними, когда был буквально на этой неделе, на прошлой неделе, в Махнёво, когда мне там рассказали, какие происходят процессы, там идут. Там в Артёмовске, там есть армянская диаспора, которая там захватывает все ключевые позиции, и там продотворятся такие серьезные процессы идут, где видно, что мир меняется, и, кстати, не в лучшую сторону. А в Махнёво, там азербайджанская диаспора, и тоже то же самое, и там разрастаются конфликты, и непонятно, чем это закончится. Но при этом интересно, что человек, который мне это рассказывал, он сказал, мне сами армяне сказали, да вы русские, сами дураки, вы сами готовы друг другу глоску пережить, перегрызть, и, скажем, и продать или предать друг друга, в то время, как они консолидированы, тем более, что они там далеко, может быть, от Армении живут, от Родины, и это, может быть, что-то заставляет их консолидироваться, почему-то они более успешны. Что они более умны, я не знаю, почему, почему. А вот эта вот разобщенность, вот эта непрекращающая гражданская война, она, мне кажется, она сегодня является тормозом на пути к развитию нашей страны, то есть отсутствие согласия и готовность конфликтовать друг с другом. Мне тут вспомнился такой эпизод, который рассказывал мне этим летом Юрий Васильевич Крупнов, а эта история старая, ее рассказывал когда-то в свое время Георгий Петрович Чедровицкий. Когда говорили про развитие, упоминали, что в советский период существовали такие шарашки, то есть это практически тюрьмы, где творились невероятные вещи, то есть изобретались лучшие в мире самолеты, ракеты, прочие виды вооружения, еще чего-то там, атомные бомбы. То есть знаете, да, всю эту нашу историю, с одной стороны это было такое тяжелое время, это были такие непростые условия, а с другой стороны там создавалось новое, там творилось развитие страны. Парадокс какой-то тут есть, да. И рассказ-то вот о чем. Однажды Берия приехал вот это вот в одну из шарашек, где работал, по-моему, в том числе и Туполе в свое время, где там были выдающиеся авиаконструкторы, которые много чего натворили, он приехал туда их поздравлять то ли с Днем Победы и раздавал там правительственные награды, их поздравлял, там пил с ними шампанское, вы там красные соколы, вы гордость страны и вел себя с ними очень задушевно. Ему один из выдающихся изобретателей, итальянец по происхождению, не помню фамилии, реальное лицо, говорит, Лаврина Павлович, как? Ну, не помню, может быть. Вот он говорит, ну, как же так, вот вы нас поздравляете, вы нас хвалите, что вы, мы элита страны, но почему же мы сидим в тюрьме-то? Он говорит, ну, умная твоя голова, ну, какой же ты дурак, что ж ты не понимаешь, что ли? Если бы вы были на свободе, вы бы только друг на друга доносы писали, а тут смотрите, какие вы великие проекты разрабатываете. То есть намек на то, что некоторая наша неспособность, самостоятельная неспособность к вступлению в такой творческий контакт, творческую коммуникацию вынуждала тогда людей, которые понимали, что надо как-то этот интеллектальный ресурс использовать, создавать эти условия, эту ситуацию, центр инновационных коммуникаций, принудительно. Так вот, неплохо было бы, конечно, нам прорваться вот к этой оргструктуре, о которой сегодня говорилось в одном из докладов, и некой искомой оргструктуре, которая бы позволяла нам там собирать людей или самим собираться и творить новое в условиях добровольного принуждения и добровольного взаимодействия бесконфликтного, преодолевая в себе вот некоторые вещи, которые мы, ну скажем так, на свободе, условно говоря, учувствуя себя свободными, позволяем себе в своем действии друг с другом, при этом это действие практически заканчивается деструктивным взаимодействием и не ведет ни к синтезу, ни к новому выявлению, ни к развитию. Вот хорошо бы нам, конечно, нам вообще всей стране и нам здесь сидящим найти в принципе выход, принципиальный выход из вот такой нашей тупиковой ситуации, где мы сами себе не можем помочь. Нас много, но мы как бы, но самое страшное, что мы в рост. Спасибо. До завтра. Да, я надеюсь, группы сейчас еще соберутся и попытаются найти собственные затруднения в своей работе все-таки, которые бы надо дальше преодолевать.